Последнее десятилетие. Глава восемнадцатая. Достоевский публицист. Журнал «Газета». Вскоре по приезде Достоевского в Петербург друзья Майков и Страхов вводят его в кружок князя Мещерского, главы российских консерваторов. Это был автор пустых великосветских романов. Он пользовался большим влиянием при дворе, выдвигал кандидатуры на министерские посты, и был замешан в скандальные денежные комбинации своих ставленников. Знавший его несколько позже Витте отметил в своих воспоминаниях, что отношения Мещерского к монархам и власть имущим имели целью получать денежные субсидии на его журнал «Гражданин» и, возможно, более награждать своих фаворитов за счет казны. Сближение с таким политическим дельцом было печальным событием в жизни Достоевского и едва ли некрупнейшей его ошибкой. В то время Мещерский был занят организацией еженедельника «Гражданин» с сохранительными боевыми задачами, как он сам писал. Восприемниками нового издания были Майков, Тютчев, Достоевский, Страхов и Маркевич. В редакторы был приглашен молодой публицист Градовский, но уже к осени 1872 года он разошелся с программой Мещерского «Поставить точку реформам». Редактором «Гражданина» становится Достоевский, который ведет издание в 1873 и в начале 1874 года. Он вырабатывает новую форму публицистики, отклики художника на темы дня. Так создается дневник писателя о спорах автора с Белинским, о его встрече с Чернышевским, о некрасовском власе и призвании русского народа, о замечательном рассказе Лескова «Запечатленный ангел», одном из лучших в его литературном наследии, о драме из фабричного быта для народного театра «Это вполне трагедия» и «Фатума ее водка», наконец, об увлечении Достоевского утопическим социализмом, все это важные и увлекательные темы, с живостью разработанные писателем-журналистом. Здесь в 1873 году острым сатирическим рассказом Бобок и открывается цикл превосходных поздних новелл Достоевского «Кроткое», «Сон смешного человека», «Мальчик у Христа на елке», которые явились новым достижением писателя в малых жанрах его повествовательного искусства. Таков драгоценный вклад Достоевского в пустой, чиновный и светский орган князя Мещерского. Работа в гражданине очень скоро становится для Достоевского невыносимой. Передовая печать резко осуждает знаменитого писателя за отступничество. Переговоры с авторами, чтение рукописей, переработка статей — все протекает в бесталанной среде полуофициального издания. Быстро сказывается разногласие нового редактора издания с негласным его руководителем Мещерским. Тем мелким и жалким политическим тенденциям основателя гражданина вернуться к Николаевской системе, Достоевский стремится противопоставить свою программу. Моя идея в том, что социализм и христианство — антитезы. Это и хотелось бы мне провести в целом ряде статей, а между тем и не принимался. По Годину, 26 февраля 1873 года. Но главная горечь. Роятся в голове и слагаются в сердце образы повестей и романов. Задумываю их, записываю, каждый день прибавляю новые черты к записанному плану, и тут же вижу, что все время мое занято журналом, что писать я уже не могу больше и прихожу в раскаяние и отчаяние. В удушливой редакционной атмосфере он ценит только общение с молодыми, подчас техническими сотрудниками, знакомящими его со своими запросами, исканиями, мечтами. Такова была корректор Варвара Васильевна Тимофеева, молодая девушка, правившая гранки и верстку дневника писателя, нередко за общим столом, где создавались эти статьи, при свете одной и той же типографской лампы. Здесь возникали подчас беглые разговоры на текущие литературные темы. Но случались и длительные беседы. Мы остались вдвоем в ожидании корректуры. Федор Михайлович встал и, пододвинув свой стол к бюро, за которым я работала, обратился ко мне с вопросом. — Ну, скажите мне, что вы здесь делаете? Знаете вы, зачем вы живете? В первую минуту я растерялась от неожиданности, но, кое-как овладев собой, я все-таки ответила и даже сказала самую сокровенную свою мысль. — Я хочу писать, заниматься литературой, — робко пролепетала я. И, к удивлению, Федор Михайлович не засмеялся. — Вы хотите писать? Вот что, — протянул он. — О чем же вы хотите писать? То есть, что именно, роман, повесть или статью какую-нибудь? — Я люблю психологическую, внутреннюю жизнь, — бормотала я, боясь взглянуть на него и чувствуя себя совершенно идиоткой. — А вы думаете, это легко изображать внутреннюю жизнь? — Нет, я не думаю, что это легко. Я потому и учусь, и готовлюсь. — Писательниц во всем мире только одна достойная этого имени, — значительно продолжал он. — Это Жорж Санд. — Можете ли вы сделаться чем-нибудь вроде Жорж Санд? — Я застыл в отчаянии. Он отнимал у меня всякую надежду на будущность. И, не помня себя, точно во сне я бессмысленно повторяла ему. — Я хочу писать. Я чувствую потребность. Я только этим живу. — Вы только этим живете, — серьезно переспросил он. — Ну, если так, что ж, и пишите. И запомните мой завет. Никогда не выдумывайте ни фабулы, не интриг. Берите то, что дает сама жизнь. Жизнь куда богаче всех наших выдумок. И никакое воображение не придумает вам того, что дает иногда самая обыкновенная, заурядная жизнь. Уважайте жизнь. Иногда он был мрачен и раздражителен, молчал по целым вечерам, подавал на прощание безжизненно вялую, сухую и холодную руку. Но бывали и внезапные подъемы, неожиданные чтения стихов. Пророк Пушкина и пророк Лермонтова. — Пушкина я выше в тех ставлю. — У Пушкина это почти надземное, — говорил он. — Но в Лермонтовском пророке есть то, чего нет у Пушкина. Желчи много у Лермонтова. Его пророк с бичом и ядом. Там есть они. И он прочел с желчью и с ядом. Провозглашать я стал любви. И правды чистые учения. В меня все ближние мои бросали бешено каменье. Только однажды скромная корректорша решилась заговорить с Достоевским о его творчестве. — Всю ночь сегодня читала ваши записки из-под поля. И не могу освободиться от впечатлений. Какой это ужас душа человек. Но и какая страшная правда. — Федор Михайлович улыбнулся ясной открытой улыбкой. — Аполлон Григорьев говорил мне тогда, что это мой настоящий сиевдург. И чтобы я всегда писал в этом роде. Исправляю ошибку мемуаристки. В тексте назван Краевский. Примечание автора. Но я с ним не согласен. Слишком уж мрачно. Это уже преодоленная точка зрения. Я могу написать теперь более светлое, примиряющее. Я пишу теперь одну вещь. В ряду важнейших сотрудников гражданина был Победоносцев. В то время член Государственного совета и преподаватель законоведения Великим Князьям. Это был один из самых мрачных представителей правительственной реакции на закафе царизма. Он отвергал освобождение крестьян, суд притяжных, новые земские и городские учреждения, светскую школу, которую мечтал заменить церковно-приходской. Он высоко ценил автора преступления и наказания и активно помогал Достоевскому поставлять журнальные выпуски, стремясь идейно воздействовать на него. Из их переписки видно, что будущий оберпрокурор Синода чрезвычайно зорко следил за публицистической деятельностью Достоевского, сообщал ему материалы для дневника писателя, давал обстоятельную оценку выпускам его издания. Но даже это высокое покровительство не может упрочить положение Достоевского в гражданине. Еще в момент назначения его редактором этого еженедельника третье отделение отказалось принять на себя ответственность за будущую деятельность этого лица. На журнал Мещерского посыпались градом административные взыскания за нарушение цензурного устава. В июне 1873 года цензурный комитет привлекает Достоевского к судебной ответственности, а суд приговаривает его к штрафу и аресту на военной гаупвахте. 11 марта 1874 года министр внутренних дел обвинил гражданина в суждениях, клонящихся к возбуждению вражды против одной из частей населения империи, и объявил 12 марта первое предостережение журналу в лице издателя-редактора Федора Достоевского. Это означало фактическое устранение руководителя политического журнала газеты от его обязанностей под угрозой закрытия издания. Так это и понял Достоевский. 19 марта он подает в Главное управление по делам печати прошение об освобождении его от редактирования гражданина по расстроенному здоровью. На гаупвахте. Но до этого освобождения ему пришлось отбыть арест на военной гаупвахте по приговору Петербургского окружного суда еще от 11 июня 1873 года. Достоевского судили как редактора гражданина за напечатание в своем органе сведений о высочайших особых без разрешения министра императорского двора. Явившись в суд, писатель не признал себя виновным, но был приговорен к штрафу в 25 рублей и аресту на два дня. Никто не торопился с приведением в исполнение вынесенного приговора, и Конни довел неофициально до сведения Федора Михайловича, что приговор будет обращен к исполнению лишь когда он сам найдет это удобным для себя. Так прошло 9 месяцев. Предстоящий разрыв с органом Мещерского потребовал от Достоевского ликвидировать затянувшийся судебный инцидент и отбыть назначенное наказание. После соответствующего заявления Достоевского ему были назначены дни отбывания кары, а утром 21 марта 1874 года к нему явился околоточный надзиратель и отвез его в окружной суд, где арестованному было объявлено место его заключения. Это был тюремный дом на Сенной площади, куда и был немедленно водворен Достоевский. Его поместили в просторной и достаточно чистой комнате, описывал навестивший его 22 марта Всеволод Соловьев, но вместе с другим арестованным, молодым ремесленником, плохо одетым и с самой бесцветной физиономией. — Не обращайте внимания, — шепнул своему гостю Достоевский. — Я уж его всячески пробовал. Это какое-то дерево. Федор Михайлович сидел за маленьким простым столом, пил чай, курил свои пушки и не выпускал из рук объемистой французской книги. Это было одно из его любимейших произведений, отверженное Виктора Гюго. — Вот и хорошо, что меня засадили, — шутил Достоевский в разговоре с Анной Григорьевной. — А то разве у меня нашлось бы когда-нибудь время, чтобы возобновить давнишние чудесные впечатления от этого великолепного произведения. — Образы, впервые глубоко взволновавшие Достоевского среди заграничных скитаний 1862 года, словно пришли навестить его в заточении. Каторжник Жан Вальжант, протестующий против волчьих инстинктов погубившего его царства зла, но уже прозревающий высшую правду самопожертвования и человечности. Чистая и кроткая фонтина, купленная распутным обществом у нищеты и голода и брошенная в проституцию большого мирового города. Беспечный мальчуган парижских улиц Гаврош, преданный своему народу и погибающий на республиканской баррикаде, ребенок, охваченный стремлением к подвигу и героической борьбе. Все эти знаменитые эпизоды великого романа эпопеи Достоевский причислял к лучшим в мировой литературе. Это раз пронзает сердце, и потом навеки остается рано. Все это снова возникало перед ним, заполняя волнением и жалостью его сердца поэта, и хоть ненадолго отвлекая его от тяной площади и мертвящей казенщины его временной военной тюрьмы. Достоевского навещала Анна Григорьевна, привозившая передачу. Пришел Майков, а затем и Всеволод Соловьев. Достоевский любил беседовать с этим начинающим автором о серьезном и важном. На этот раз он вспомнил сибирскую каторгу и развивал свою любимую теорию о целесообразности спасать заблудшего человека крутым переломом в его застоявшейся жизни. Мне тогда, то есть в конце сороковых годов, судьба помогла. Меня спасла каторга. Совсем новым человеком сделался. И только что было решено, так сейчас все мои муки и кончились, еще во время следствия. Когда я очутился в Петропавловской крепости, я думал, что тут мне и конец, думал, что и трех дней не выдержу. И вдруг совсем успокоился. Ведь я там что делал? Я описал маленького героя. Прочтите, разве в нем видно озлобление, муки. Мне снились тихие, хорошие, добрые сны, а потом, чем дальше, тем было лучше. О, это большое для меня было счастье! Сибирь и каторга! Я там себя понял, голубчик. Христа понял, русского человека понял и почувствовал, что и я сам русский, что я один из русского народа. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову, теперь они только возвращаются, да и то не так ясно. Ах, если бы вас на каторгу! Это было сказано до такой степени горячо и серьезно, — замечает Соловьев, — что я не мог не засмеяться и не обнять его. На третий день в полдень, заехав по пути в игрушечный магазин, Достоевский вернулся из-под ареста домой. 22 апреля 1874 года в «Гражданине» было напечатано особое сообщение редакции, что Федор Михайлович Достоевский по расстроенному здоровью принужден сложить с себя обязанности редактора, не оставляя, впрочем, по возможности своего постоянного участия в журнале. Достоевский действительно продолжал изредка помещать небольшие анонимные заметки в «Гражданине» до самого конца 70-х годов, преимущественно в отделе еженедельного фильетона «Последняя страничка». Но к какой-либо систематической работе он сюда никогда уже не вернулся. Из душной атмосферы журнала Мещерского Достоевский вынес одну творческую ценность, которая продолжала служить ему до конца его деятельности. Это был новый жанр художественной публицистики «Дневник писателя» с направленностью на злободневные темы, но с правом автора на вольные импровизации по текущим вопросам общественной жизни, на воспоминания, на рассказы к статье, очерки, впечатления, иногда и глубокие новеллы психологического и философского характера. Многие из этих статей стали в ряд с крупнейшими сценами или диалогами Достоевского «Романист». Несмотря на консервативную программу издания, оно встретило широкое признание читателей, и многие выпуски пришлось выпускать повышенными тиражами или повторными изданиями. От тяжелой редакторской барщины в еженедельнике Мещерского Достоевский был избавлен навсегда. Он мечтал теперь написать новый большой роман по материалам и планам «Жития великого грешника». В апреле 1874 года Достоевского посетил Некрасов с неожиданным предложением дать на следующий год в отечественной записке роман и обещал выплатить по 250 рублей с листа, что значительно превышало обычный гонорар романиста 150 рублей. Передовой журнал, выходивший под редакции Некрасова, Салтыкова и Михайловского, считал желательным напечатать у себя новое произведение одного из сильнейших русских писателей, быть может, одновременно, надеясь, приблизить его к прогрессивной литературе и отвести на будущее время от русского вестника и гражданина. Но Достоевский придавал большое значение своей верности взятому направлению. «Я не могу дать вам, Николай Алексеевич, положительного ответа по двум причинам», отвечал Достоевский. «Во-первых, я должен списаться с русским вестником и спросить, нуждаются ли они в моем произведении. Если у них на будущий год материал имеется, то я свободен и могу обещать вам роман. Я давнишний сотрудник русского вестника. Катков всегда с добрым вниманием относился к моим просьбам и будет неделикатно с моей стороны уйти от них, не предложив им своего труда. Это может быть выяснено в одну-две недели». Достоевский совершил поездку в Москву и узнал от Каткова, что материал на будущий год в русском вестнике имеется, Анна Каренина, и редакция не располагает средствами на приобретение нового романа. Но вопрос об участии Достоевского в органе революционных демократов и после того остается открытым. Достоевский продолжает медлить с ответом Некрасову, опасаясь идеологических разногласий с его редакцией, и только через полгода, в октябре 1874 года, сообщает ему, наконец, о своем согласии. Это опровергает сообщение корректора гражданина Поченковской о том, что сам Достоевский тайно предлагал через ее посредства свой новый роман отдельным сотрудникам отечественных записок, якобы прося узнать у них, согласятся ли редакторы журнала на его участие в нем. Достоевский, как известно, всегда открыто и прямо предлагал редакторам свои произведения. Его письмо к Каткову с предложением преступления и наказания «Смотри выше». Примечание автора. Но и в самом конце года он еще полон тревог и сомнений. Приведем авторитетное свидетельство об этом Анне Григорьевне Достоевской. В этом деле была и тяжелая для Федора Михайловича сторона. Отечественные записки были журналом противоположного лагеря. И еще так недавно, во время редактирования мужем журналов «Время» и «Эпоха», вели с ним ожесточенную борьбу, то есть «Современник» Некрасова и Салтыкова. Гроссман. В составе редакции находилось несколько литературных врагов Федора Михайловича — Михайловский, Кобичевский, Елисеев, отчасти Плещеев, и они могли потребовать от мужа изменений в романе в духе их направлениях. Но Федор Михайлович ни в коем случае не мог поступить со своими коренными убеждениями. Отечественные же записки, в свою очередь, могли не захотеть напечатать иных мнений мужа. И вот при первом сколько-нибудь серьезном разногласии Федор Михайлович, несомненно, потребовал бы свой роман обратно, какие-нибудь бы не произошли от этого для нас печальные последствия. В письме от 20 декабря 1874 года, беспокоясь теми же думами, он пишет мне, «Теперь Некрасов может вполне меня стеснить, если будет что-нибудь против их направления». Поскольку русский вестник, единственный орган Достоевского, не мог в 1875 году печатать его роман. Гроссман. Но хоть бы нам этот год пришлось милостыню просить, я не уступлю в направлении ни строчки. Воспоминания Достоевской. Москва-Ленинград. 1925 год. Страница 190. Так уже на рубеже 1875 года, готовый на разрыв с враждебной ему партией и редакцией, Достоевский отдавал свою рукопись Некрасову. Примечание автора. В первой книжке отечественных записок 1875 года журнал публикует роман Достоевского «Подросток» с подзаголовком «Записки юноши». Вдовашнем кругу. По приезде в Петербург Достоевские снимают квартиру из четырех комнат на Серпуховской, близ технологического института, и обзаводятся в кредит необходимой мебелью. Открывается возможность общаться с людьми, приглашать к себе друзей, вести философские диспуты, без которых не мог жить Достоевский. Материальные дела семьи были чрезвычайно тяжелы. Все имущество, оставленное перед отъездом за границу на хранение верным людям, пропало. Вся хозяйственная утварь и посуда, стекло и фарфор, шубы и одежда, ценная библиотека, собранная Федором Михайловичем в шестидесятые годы, все это было увезено, расхищено, потеряно навсегда. Три дома с ниткиных на песках в результате неумелого управления перешли к ловким дельцам, которые вскоре завладели ими полностью, с большими флигелями и громадным участком земли. На долю Анны Григорьевны, ее матери и брата ничего не осталось. Семье Достоевских приходилось начинать сначала свое хозяйственное обзаведение. К тому же вскоре объявились кредиторы со своими неумолимыми взысканиями. Это могло бы привести Достоевского к полному разорению, если бы не деловые способности, ум и энергия его жены. Анна Григорьевна сообщает, что после возвращения из-за границы в Россию все близкие нашли в ней большую перемену. Из робкой, застенчивой девушки она выработалась в женщину с решительным характером, которая успешно повела борьбу с главной невзгодой их существования взыскателями сумм по изданию журналов братьев Достоевских. Цифра долгов Федора Михайловича достигала в то время 25 тысяч. Деньги эти в значительной части находились в руках перекупщиков векселей. Среди этих людей были жестокие и развязные взаимодавцы, требовавшие возврата крупных сумм, выданных еще Михаил Михайловичу Достоевскому на нужды его табачной фабрики, и угрожавшие теперь описать все имущество его брата или даже посадить его в долговое отделение. — Да разве я, сидя в заключении, смогу писать? — Чем же я буду вам платить, если лишусь возможности работать? — О, вы, известный литератор, вас выкупят из тюрьмы литературный фонд. Достоевский предложил выплату долга в рассрочку ежемесячными взносами, но встретил резкий отказ. Анна Григорьевна, скрыв это от мужа, отправилась для переговоров к неумолимому доверителю. Он встретил ее ультиматумом — или деньги на стол, или через неделю ваше имущество будет описано и продано с публичного торга, а ваш муж посажен в Тарасов дом. — Наша квартира нанята на мое имя, а не на имя Федора Михайловича, — заявила Достоевская. — Мебель же взята в долг, и до окончательной уплаты принадлежит торговцу мебели, а поэтому описать ее нельзя. — Что же касается вашей угрозы насчет долгового отделения, то предупреждаю вас, что если это случится, я буду умолять моего мужа остаться там до истечения срока вашего долга. — Сама я поселюсь вблизи, буду с детьми навещать его и помогать ему в работе. И вы таким образом не получите ни единого гроша, да сверх того принуждены будете платить кормовые. Даю вам слово, что вы будете наказаны. Перекупщик задумался и принял условия, предложенные ему Достоевской. Не ограничиваясь такими дипломатическими переговорами, Анна Григорьевна начинает выпускать отдельные издания романов своего мужа и постепенно становится опытной издательницей. Только в результате такой десятилетней борьбы и неумолимой системы сбережения долг был выплачен полностью. Это произошло за год до смерти писателя. Нигде так ярко не выражается характер человека, как в обыденной жизни, в своей семье, формулирует свое глубокое убеждение жена Достоевского. И обладая в этой области всей полнотой материалов, Анна Григорьевна раскрывает нам неведомые и неожиданные черты в личности своего мужа. Федор Михайлович, боюкающий детей, устраивающий им рождественскую елку, танцующий с женой вальс, кадриль и даже мазурку, как завзятый поляп под аккомпанемент детского органчика. Мыслитель и психолог, обнаруживающий тонкое понимание дамских нарядов вплоть до выбора туалетов для своей жены. Питающий вообще пристрастие к изящным вещам, хрусталю, богемскому стеклу, вазам, художественным изделиям, все это дополняет неизвестными и характерными чертами жизненный облик писателя. В письмах Достоевского к жене чувствуется тихая отрада усталого и больного человека, пришедшего, наконец, после полувека трудного и горестного существования к своей заветной мечте — создать семью и основать оседлость. Вспоминается восклицание из его письма к Страхову. «В браке три четверти счастья человеческого, а в остальном — едва ли четверть». Когда дети подросли, Достоевский стремился приобщить их к художественной культуре, поэзии, роману, театру. Летом 1880 года он читал им свое любимейшее создание «Разбойников», которые, впрочем, не дошли до его малолетней аудитории. Последние годы он стал водить их в оперу и притом только на Руслана и Людмилу. Когда однажды великое создание Пушкина-Глинки по болезни певца заменили бронзовым конем Обера, Федор Михайлович был возмущен и решил вернуться домой. Он все же уступил настоянием детей и остался. «Мы были в восторге от сказочной постановки», рассказывает Любовь Федоровна, «но отец был недоволен. Он хотел, чтобы мы оставались верными его дорогой Людмиле». Он читал им «Капитанскую дочку», «Выстрел», «Метель», стихотворение Пушкина. Одно из них он не мог читать без слез, «Бедного рыцаря». Прочел Тараса Бульбу, Бородино и Тамань. Перчатку Шиллера в переводе Жуковского. В 1880 году бедность не порог. Он с увлечением декламировал детям горе от ума, особенно ценя образ Репетилова, в котором видел предшественника либералов-западников. Но основой чтения своих подростков он считал романы Вальтера Скотта и Диккенса. С 1872 года Достоевские проводят летние месяцы в Старой Руссии, древнем городке Новгородской губернии с богатым прошлым. Утомленный писатель очень полюбил это тихое и уединенное место. Он жил обычно на окраине города, в просторной усадьбе на берегу реки среди вековых вязов. Когда весной 1874 года Некрасов предложил Достоевскому написать роман для отечественных записок, Федор Михайлович поселился в Старой Руссии на целый год. Здесь и был создан подросток. Сюда же удалился он в мае 1880 года для работы над речью о Пушкине. В своем предсмертном романе Достоевский изобразил Старую Руссу. Он описал ее узкие улицы, прорезанные мелкими канавками, и бокалейную лавку Плотниковых, и просторный пригородный пейзаж, раскрывавшийся из окон писателя. Это было зеленеющее поле, огражденное сосновой рощей, где по замыслу романиста берел древний монастырь, откуда ранний человеколюбец Алеша вышел в мир на борьбу за всеобщее счастье. Так задумывался второй роман о Карамазовых. С 1873 года Достоевские живут на даче подполковника Гриббе, которую и приобретают в 1876 году. Это был сад с домиком в немецком вкусе. Он был полон неожиданных сюрпризов, потайных стенных шкафов, подъемных дверей, темных винтовых лестниц. Некоторые особенности дачи Гриббе Достоевский воспроизвел в своем последнем романе, изображая особняк Федора Павловича Карамазова с его тесными клетушками, замысловатыми переходами, полутемными горницами и шныряющими крысами. После заграничного уединения и затворничества Достоевский стремится к общению с людьми, особенно из мира русской научной и художественной мысли. Устанавливается новый режим семейной и общественной жизни, сменяющий их недавний скитальческий быт. Весной 1872 года по просьбе основателя Московской картинной галереи Третьякова Достоевский принял у себя художника Перова, которому позировал для портрета. Зоркий наблюдатель жизни трудился методически и необычно. Прежде чем начать работу, рассказывает Анна Григорьевна, «Перов навещал нас каждый день в течение недели. Заставал Федора Михайловича в самых различных настроениях, беседовал, вызывал нас споры и сумел подметить самые характерные выражения в лице мужа. Именно то, которое Федор Михайлович имел, когда был погружен в свои художественные мысли». Можно было сказать, что Перов уловил на портрете минуту творчества Достоевского. Перед нами действительно великий мыслитель, вступающий в свою позднюю, завершающую эпоху с последними романами и речью о Пушкине. Простая и сдержанная поза, глубокая и безбрежная мысль. Русское искусство остается в центре внимания Достоевского. Он высоко оценил молодого Репина за его бурлаков, признав огромную правду, силу, непосредственность и жизненность его могучего искусства. Просто скажу, фигуры гоголевские. Ведь нельзя не полюбить их, этих беззащитных. Нельзя не подумать, что должен, действительно, должен народу. Достоевский приветствует живую самобытность молодых художников, разрабатывающих в своей живописи родные мотивы. Он отмечает две березки в пейзаже Куинджи, вид на Валаам, и национальную типичность трех фигур в охотниках на привале Перова. Он сочувствует углубленному раскрытию русского быта в картине Маковского «Любители соловьиного пения». Такой жанризм открывает по его представлению путь к подлинному искусству, лирическому и человечному. В 70-е годы семья Достоевского селится в довольно просторных квартирах, обычно в пять комнат, но угрюмых и бедных. С осени 1872 года он жил во второй роте Измайловского полка в двухэтажном флигеле в глубине двора. Здесь посещал его начинающий писатель Всеволод Соловьев, вспоминавший в 1881 году обстановку их первых встреч. Я взобрался по узкой темной лестнице, сбросил шубу на какой-то сундук в низенькой передней, прошел через темную комнату, отпер дверь и очутился в его кабинете. Но можно ли было назвать кабинетом эту бедную угловую комнатку маленького флигелька, в которой жил и работал один из самых вдохновенных и глубоких художников нашего времени? Таковы же были квартиры писателя на Лиговской и на углу Ямской и Кузнечного переулка. На моих глазах в эти последние восемь лет он переменил несколько квартир, продолжает мемуарист. И все они были одна мрачнее другой. И всегда у него была неудобная комната, в которой негде было повернуться. В таких пасмурных кабинетах были написаны три последних романа Достоевского, его философские новеллы, выпуски дневника писателя, кроткая, речь о Пушкине, центральная глава его последнего романа «Великий инквизитор». Творческий метод Достоевского не перестает углубляться и шириться, оттачивая свой всеобъемлющий неореализм, сохраняющий исконные черты романтического искусства его молодости. Чрезвычайно интересна последняя декларация гениального мастера, написанная за полгода до смерти и вызванная его размышлениями о пиковой даме. Пусть это фантастическая сказка. Но ведь фантастическое в искусстве имеет предел и правила. Фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что вы должны почти поверить ему. Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал пиковую даму «Верх искусства фантастического». И вы верите, что Герман действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоззрением, а между тем в конце повести, то есть прочтя ее, вы не знаете, как решить, вышло ли это видение из природы Германа, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром злых и враждебных человечеству духов. Вот это искусство! Такова была в ее глубинных основах поэтика Достоевского, которая до конца продолжала свое развитие, поднимая его образы на новые, недосягаемые высоты смелой жизненной правды и глубоких художественных прозрений. В 1873 году молодой философ Владимир Соловьев прислал Достоевскому свою статью об отрицательных началах западного развития, с письмом, которое и послужило началом их знакомства и дружбы. Двадцатилетний ученый и поэт стал последним другом-мыслителем Достоевского, оказавшим влияние на основную концепцию братьев Карамазовых. В первый период их знакомства это был еще только что закончивший свое образование кандидат наук. Федор Михайлович чрезвычайно привязался к нему за его ум и обширную образованность. Он говорил, что лицо Соловьева напоминает ему одну из любимых им картин Аннибала Карачи «Голова молодого Христа». Однажды он объяснил своему гостю причину своей симпатии к нему. «Вы чрезвычайно напоминаете мне одного человека», сказал Федор Михайлович, «некоего Шедловского, имевшего на меня в моей юности громадное влияние. Вы до того похожи на него и лицом, и характером, что подчас мне кажется, что душа его переселилась в ад». В середине 70-х годов они встречаются сравнительно редко. Соловьев преподает в Московском университете, совершает путешествия в Египет и только в 1877 году поселяется в Петербурге. Это приводит к тесному дружескому сближению. В 1878 году Соловьев прочел в Петербурге цикл публичных лекций на религиозно-философские темы. Достоевский не пропускал ни одного из этих чтений. Он присутствует весной 1880 года на защите Соловьевым его докторской диссертации «Критика отвлеченных начал» и сочувственно пишет о ней своим друзьям. На недавнем здесь диспуте молодого философа Владимира Соловьева, сына-историка, на доктора философии я услышал от него одну глубокую фразу «Человечество, по моему глубокому убеждению, сказал он, знает гораздо больше, чем до сих пор успело высказать в своей науке и в своем искусстве». Новые темы В 1873 году Достоевский посещает отделение малолетних преступников в тюремном замке Петербурга и собирает материалы о душевном состоянии ребенка, выброшенного на улицу. Летом 1877 года Кони показывает ему детскую колонию на Охте. Писатель долго говорил с маленькими колонистами и, по словам его спутника, произвел сильное впечатление на всех собравшихся вокруг него. Лица многих, уже хлебнувших отравы большого города, стали серьезными и утратили напускное выражение насмешки и молодечества. Достоевский различает в воспитанниках юные души, жаждущие прекрасных впечатлений и раздумывает о средствах утоления этой тоски по красоте. В это время автор Неточки Незвановый замысливал роман о детях, единственно о детях и о герое ребенке, в котором хотел изобразить и малолетних преступников, и политических заговорщиков, и протестантов, и атеистов. Замостел этот отчасти отродился на 10-й книге братьев Карамазовых о заглавленной мальчике. В набросках к роману имеются записи о фабричных детях. Русская общественная жизнь до конца вызывала в Достоевском живые отзывы. В своем дневнике он выступает с развернутым анализом текущих судебных драм, вызывающих его гневные отповеди, особенно по ряду дел об истязании детей, и слишком гибких методах знаменитых адвокатов в их заступничестве за истязателей. К этому времени широко разворачивается редакционная, публицистическая и общая литературная деятельность знаменитого романиста. Если редактирование гражданина в 1873 году вызывает в передовой русской журналистике ряд полемических протестов, самостоятельное издание дневника писателя находит признание в отдаленнейших уголках России. Достоевский получает бесчисленные письма, ведет корреспонденцию с незнакомыми лицами по всевозможным личным поводам, принимает у себя безвестных писателей, выслушивает исповеди, направляет, учит и указывает пути. Академия наук в конце 1877 года избирает Достоевского в члены-корреспонденты по отделению русского языка и словесности. Его выступления на литературных вечерах с чтением своих произведений или стихотворений великих поэтов неизменно вызывают энтузиазм аудитории. Но и это пора небывалых триумфов, вознаграждающая писателя-мученика за все пережитые испытания, имеет свои теневые стороны. Непрекращающийся до конца рост творчества не дает соответственных достижений в плане политической мысли писателя, которая не перестает омрачаться и уклоняться все более к воинствующей реакции. Это окрашивает подчас последний период жизни автора дневника писателя в такие безотрадные и сумрачные тона, которые ограничивают его проповедь гуманизма и даже снижают тот культ красоты, которому он до конца стремился сохранить свою верность. В этом отношении в статьях Горького о Карамазовщине есть много справедливых и неопровержимых возражений автору бесов и Карамазовых. Но труженик и мастер оставались на недосягаемой высоте. Достоевский не знал препятствий в преодолении огромных трудностей художественного воплощения своих идей. Нередко, как свидетельствуют его письма, он изнемогал под тяжестью поставленных заданий. Напряженность творческого процесса, неистащимо кидавшего на бумагу десятки планов, образов и эпизодов, неожиданно разряжалась длительными перерывами, возбуждавшими в авторе томительные сомнения в осуществлении задуманного. Начав летом 1865 года преступления и наказания, он в ноябре сжигает все написанное и приступает к новой разработке замысла. Идиот проходит через восемь редакций. Из писем Достоевского к литературным друзьям видно, что за первое полугодие работы над бесами он не переставал рвать и переиначивать, не менее десяти раз переменил план, накопил бесчисленное количество вариантов, в огромной груди из писанной бумаги потерял даже систему для справок и в иные минуты впадал в подлинное отчаяние перед исключительной сложностью задуманного романа. «Никогда никакая вещь не стоила мне большего труда», пишет он Страхову 9-го 21-го октября 1870-го года. «Боюсь, что не по силам взял тему, но серьезно боюсь, мучительно». И, сообщая своей племяннице, что после долгих месяцев напряженной работы он перечеркнул все написанное, листов до пятнадцати вообще говоря, и принялся вновь с первой страницы, он завершает свой творческий мартиролог безнадежной жалобой, звучащей со страниц его переписки подлинным воплем. «О, Сонечка, если бы вы знали, как тяжело быть писателем, то есть выносить эту долю». В таком состоянии он произносит себе, как автору, суровые приговоры. «Будучи больше поэтом, чем художником, я вечно брал темы не по силам себе», писал он в 1870-м году Майкову. «Я, не спростясь со средствами своими, и, увлекаясь поэтическим порывом, берусь выразить художественную идею не по силам», сообщает он Страхову в 1871-м году. Но все эти тревоги опровергались высокими творческими достижениями. Роман о воспитании С середины 70-х годов заметно ощущается кризис романной формы автора бесов. В подростке особенно ощутимы искания новых путей для повествования о современности, смелые и опасные, как всегда, у Достоевского. Он отказывается от центрального криминала, идет на заметное ослабление главной сюжетной линии, ставит перед читателем ряд трудностей в окончательной расшифровке своего героя-мыслителя. Первоклассный мастер женского портрета лишает здесь обычной выразительности образа своих героинь, на этот раз как бы намеренно их не дорисовывая. При несомненной яркости отдельных эпизодов и философской значительности многих диалогов, роман подросток как бы растворяется в лихорадочной смене фактов, заслоняющих от читателей контуры его главного замысла. Ряд оговорок и разъяснений автора, особенно под конец романа, свидетельствуют о напряженных поисках художника, не всегда достигающих намеченных целей. Щедрин заговорил о сумасшедшем романе. Тургенев, как известно, резко осудил этот хаос. Критика отметила непонимание замечательным писателем устремлений и чаяний молодой России. Общество было поражено фактом выступления поэта бедных людей и униженных и оскорбленных на защиту русского дворянства как единственного якобы носителя лучших заветов мировой цивилизации. Это было связано с усилением реакционных тенденций в правительственных сферах. 22 августа 1874 года Александр II на открытии дворянского пансиона в Москве заявил, что видит в дворянстве главную опору престола. Катков в московских ведомостях 1874 год номер 217 превозносил актуальное значение дворянства в пореформенную эпоху как живую органическую связь между престолом и народом. Это было как раз время обращения Достоевского к теме его нового романа «Подросток». Примечание автора Такая неожиданная для писателя демократа апология дворянского класса, уже прозвучавшая впрочем в речи князя Мышкина в «Идиоте», чрезвычайно усилена в «Подростке» и даже принимает здесь воинствующий характер «Я Версилов дворянин с 12-го столетия». Недалеко время, когда дворянином станет весь народ русский. «Я прежде всего дворянин и умру дворянином» в оригинале на французском языке. Такие лозунги и притяги произносит этот дворянин древнейшего рода и в то же время «Парижский коммунар», как называет его автор заключительного письма эпилога. Этот же моралист и резонер романа формулирует идею о русском родовом дворянстве как единственном типе культурных русских людей, способных дать красивого героя для изящной литературы. Он ориентируется на русских классиков. Еще Пушкин наметил сюжеты будущих романов своих в преданиях русского семейства. И поверьте, что тут действительно все, что у нас было до сели красивого. В черновых редакциях романа имеются аналогичные ссылки на Льва Толстого. У меня, мой милый, есть один любимый русский писатель. Он романист, но для меня он почти историограф нашего дворянства или лучше сказать нашего культурного слоя, завершающего собою воспитательный период нашей истории. Как бы там ни было, хорошо все это или дурно само по себе, но тут уже выжатая и определившаяся форма. Тут накопились правила, тут своего рода честь и долг. Тут и героические типы. Они умирают за родину, они летят на бой пылкими юношами или ведут в бой все отечество маститыми полководцами. Достоевский стремится противопоставить этой картинной и стройной дворянской эпопее беспорядок и бесформенность случайного семейства. Детству и отрочеству Иртеньевых и Ростовых приходит на смену семейная хроника разночинца По жанру это роман воспитательный как «Приключения Телемака», Вильгельм Мейстер или Давид Копперфильд. Достоевский показывает, как юлова героя воспитывает не школа и учителя, а сама жизнь со всеми ее темными и страшными сторонами, которым не поддается врожденно-благородная душа, пробивающая себе путь к светлому миросозерцанию и плодотворной деятельности. Первоначально подросток был задуман как часть жития великого грешника, что могло легко воплотиться в форме педагогического романа, но вскоре Достоевский отказался от житийной манеры и обратился к обычной форме современной автобиографии. Одно из ранних заглавий романа «Подросток» «Исповедь великого грешника, написанная для себя». Примечание автора Ущемленный в своем самолюбии незаконный сын помещика и крестьянки стремится уединиться для осуществления своей эксцентрической идеи, стать Ротшильдом или даже скупым рыцарем добиться уединенного сознания своего всемогущества, но незаметно подпадает под влияние выдающегося мыслителя, своего отца, представляющего собой высший культурный тип, которого нет в целом мире, тип всемирного боления за всех. «Это тип русский», добавляет Достоевский. По первоначальному замыслу этот дворянский интеллигент сочувствует парижским коммунарам и даже предсказывает неизбежность победы коммунизма, хотя сам Достоевский этому не симпатизирует. Внутренний рост одаренного и привлекательного юноши развертывается не во французском пансионе Тушара, где он воспитывается, а на фоне растленного капиталистического Петербурга с его ресторанами и горными притонами, всевозможными клоаками с грязноцой, над которыми высятся тихие мансарды, где мечтатели и мыслители ведут свои вдохновенные диалоги о золотом веке, о парижской коммуне, о закате Европы, о превращении камней в хлебы. Как всегда у Достоевского эти отблески истории и легенды полны драматизма и поэзии. В довершении этих нравственных блужданий появляется русский странник, пленяющий молодого искателя изречениями простонародной мудрости. Но новая жизнь, приближение которой ощущает под конец подросток, поведет его не в монастырскую келью, а в университетскую аудиторию. Открывается широкий путь в науку, в деятельность, в жизнь. В своих хождениях и мечтаниях подросток соприкасается и с революционным кружком, который воспроизводится в романе по отчетам политического процесса Александра Долгушина и его сторонников, призывавших к уничтожению императорской фамилии. Тема цареубийства означала для Достоевского крайнее проявление современного нравственного распада русского общества и требовала особой разработки и отдельного романа. Он обрывает в 1874 году рассказ о долгушинцах, а тему цареубийства положит в основу своего следующего романа «Братьев Карамазовых», возросшего в эпоху покушений. Версилов В романе с очень сложной композицией Достоевскому чрезвычайно удалась завязка. С первых же страниц в действие вводятся события, определяющие главные линии всего повествования и судьбы его ведущих героев. Сразу показано, как возникает случайное семейство и как оно взращивает своих питомцев. Молодой помещик Версилов овдовел и уехал в свое имение. Среди его дворовых находился пожилой садовник Макар Долгорукий, человек благочестивый и изладок житийных сказаний. Он незадолго перед тем женился на восемнадцатилетней пригожей девушке Соне из той же дворни, круглой сироте, умевшей слегка читать. Она тотчас привинулась к приехавшему барину и сразу же перешла к нему от своего праведного мужа, да так и осталась навсегда. Своё внезапное увлечение Версилов объяснял жалостью к этой кроткой женщине из разряда незащищённых, которая полюбила его по своей приниженности, но придала своему увлечению черты глубокого и чистого переживания, любви жертвенной и нескончаемой. От этой связи в них родился сын Аркадий, официально усыновлённый Макаром Ивановичем Долгоруким, но по существу незаконно рожденной, что и было всем известно и стало источником его скрытой жизненной драмы. Эта социальная ущербность наложила отпечаток на его характер и даже внушила ему странные идеи, но он стремится всё же к жизни осмысленной и целеустремлённой. У него два негласных воспитателя, отец, видный салонный проповедник сороковых годов и народный странник Макар Иванович. Отец подростка Версилов занимает в романе центральное положение героя-мыслителя, как Раскольников, Мышкин, Ставрогин, позже Иван Карамазов. Но это не создатель какой-либо идеологической системы или хотя бы смелой теории, а только дыровитый дилетант в области мысли и слова или импровизатор философских фрагментов, блестящих по форме, но шатких по выводам, противоречивых и по существу лишённых реальных перспектив в будущее. Интересная история этого образа. Близко знавшая Достоевского в последние годы его жизни профессор русской литературы Орест Миллер утверждал, что Версилов воплощает многие черты Герцена в духе того истолкования, который дал ему сам автор в дневнике писателя 1873 года. Здесь Достоевский развертывает критическую, а отчасти и ироническую характеристику знаменитого публициста, организовавшего за границей очаги революционной пропаганды против царской России. По Достоевскому это продукт нашего барства, в котором расшатались последние связи с русской почвой и русской правдой. Это якобы самый яркий пример разрыва высшего слоя с народом и народной верой. Разумеется, Герцен должен был стать социалистом и именно как русский барич, то есть безо всякой нужды и цели, а из одного только логического течения идей. И от сердечной пустоты на родине писал Достоевский в главе «Старые люди». Всегда, везде и во всю свою жизнь он прежде всего был русский дворянин и гражданин вселенной. Попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошел, не по отцу только, а именно через разрыв с родной землей и с ее идеалами. Для Достоевского это прирожденный эмигрант, с юности мечтающий об Англии или Франции, с их передовыми политическими учреждениями и представляющий себе русский народ не иначе, как французской чернию 93-го года. Такие черты Версилова в сочности резко отличают его от Герцена, для которого эмиграция была патриотическим подвигом, а русский народ духовной святыней. Общим для обоек был лишь тот эстетизм, который лег в основу их исторической философии. Сам Герцен отмечал, что он всегда уважал красоту и считал искусство величайшей ценностью. Оно вместе с дарницами личного счастья единственное несомненное благо наше. По его собственным словам, он проливал слезы симпатии всему прекрасному, когда всматривался в черты Мадонна Рафаэля, слушал музыку Листа, смотрел танцы Тальони. Достоевский высоко ценил этот артистизм Герцена и признавал его подлинным поэтом всегда и во всем. Здесь ощущается некоторая аналогия с Версиловым, воспринимающим великие и бурные эпохи через мировые шедевры живописи или создающим маленькие поэмы в прозе о мифологическом прошлом или трагическом будущем европейского человечества. Ранняя легендарно счастливая пора древности воплощена для него в картине Клода Лорена «Ацис и Галатея», который сам он называет «Золотым веком». Характерно, что в любимой комнате Версилова, где он часами просиживал, висели на стене превосходная большая гравюра Дрезденской Мадонны и дорогая фотография в огромном размере литых бронзовых ворот Флорентийского собора. Есть в этом и нечто автобиографическое. Достоевский, по рассказу его жены, восхищался во Флоренции бронзовым порталом небольшой капеллы, в которой крестят младенцев, работая знаменитого Гиберти. Муж уверял меня, что если ему случится разбогатеть, то он непременно купит фотографии этих дверей в натуральную их величину и повесят у себя в кабинете, чтобы на них любоваться. Достоевское воспоминание ГИС Москва-Ленинград 1925 год страница 126 Это свое художественное увлечение он и сообщил Версилову примечание автора. Такое понимание истории было близко воззрением Достоевского, особенно в жестокие моменты мировых кризисов, когда воюющие нации или партии в разгаре борьбы забывали о красоте. Русский романист неизменно помнил об эстетической идее как высшем критерии исторического смысла, как трибунали современных битв и триумфов. Он сообщает эту мысль и своему Версилову для осуждения парижской кровавой недели 1871 года. Поражение коммунны выражалось для этого героя в целом комплексе событий, который сам он обозначал термином тюэлери. Что же вкладывал он в это историческое наименование? На большой площади старого Парижа, на правом берегу стены, у самых валов и рвов лугра стояла в 16 веке фабрика черепицы, которая и дала этой местности название, сохранившееся до сих пор. По-французски тюэль черепица, тюэлери, фабрика черепица, примечание автора. По повелению Екатерины Медичи, черепичный завод был снесен, а на его месте был воздвигнут великолепный дворец, сохранивший название старинной кровельной мануфактуры. В этом новом палаццо за четыре дня до Варфоломеевской ночи отпраздновали роскошное бракосочетание Генриха Наваррского с Маргаритой Валуа, чтобы отвлечь пышным празднеством внимание парижан от грозных приготовлений королевы-матери и ее сторонников Гизов корезне Гугенотов в ночь на 24 августа 1572 года. Так открывалась бурная история Тюллерийского дворца. Отсюда правили Франции Людовики и Бонапарты. Здесь заседал конвент. Сюда вступила в феврале 1848 года революционная толпа Парижа. Здесь отчаянно оборонялись коммунары. 24 мая 1871 года войска версальцев, уже захватившие дом инвалидов и часть Елисейских полей, приближались к Тюллерии. Внутри старинного дворца вспыхнул пожар, распространившийся с невиданным буйством. В разных местах загорались новые очаги огня. Грандиозный дворец запылал со всех сторон. Там, где крепостные стены и железные перекрытия не уступали разбушевавшейся стихии, раздавались пороховые взрывы и все рушилось. Это событие было подхвачено реакционной печатью, как главный аргумент против коммунаров. Котковская пресса выбросила, как некий контрреволюционный вымпел, убийственный неологизм. Петролейщики, то есть поджигатели Парижа. Но и в этот трагический момент поворота истории мысль Версилова колеблется и двоится. Он готов доказывать Тьеру и Макмагону логичность коммуны. Вот почему этому русскому европейцу кажется, что пожар Тюйлери — это звон похоронного колокола над старой Европой, это гибель целого мира, ибо эстетическая идея в новом человечестве помутилась. Но он ошибается. Тюйлерийский дворец никогда не был сокровищницей искусств, как Лувр, где хранились величайшие создания мирового творчества — Венера Медицейская, Ника Самофракийская, Джоконда Леонардо да Винчи, Рабы Микельанджело, Полотна Рубенса. Называя как некий символ современного варварства пожар Тюйлери, Версилов говорит лишь о династической роскоши бурбонов, о гобеленах и бронзе, о парадных портретах и живописных плафонах, о государственном облачении французских императоров и королей. И в этой декоративности несомненно много труда и красоты, но это не то всенародное искусство, которое могло бы стать рядом с всемирно-историческими задачами революционной борьбы и служить аргументом для осуждения коммунаров, оборонявших новый пролетарский Париж от яростных натисков контрреволюционных войск. Но и в этот момент последнего и решительного боя этот российский общий человек не находит своего места у баррикады и проявляет обычную раздвоенность своего нервного и неустойчивого сознания. Они только что сожгли тогда тюэлери. Тогда во всей Европе не было ни одного европейца. Только я один между всеми петролейщиками мог сказать им в глаза, что их тюэлери ошибка. И только я один между всеми консерваторами отмстителями мог сказать отмстителям, что тюэлери хоть и преступление, но все же логика. Верстилов остается над схваткой. Его эстетика оказывается бессильной перед грандиозной социальной битвой современности. Его интересует не исход этой титанической борьбы и негрядущие судьбы мира, а только логика событий, философия государства и права, идеалистическая концепция всемирной истории. Все то, что может дать материал для размышлений и видений этого изящного стафиста, для его замыслов и прелюдий. Но он никогда не был борцом, никогда не сражался под знаменами революции. Он далек от сочувствия коммунарам. На вопросы Аркадия, как кончатся современные государства и чем вновь обновится социальный мир, Версилов отвечает всеобщим банкротством. Начнется борьба и после 77 поражений нищие уничтожат акционеров, отберут у них акции и сядут на их место акционерами ши, разумеется. Может, и скажут что-нибудь новое, а может, и нет. Вернее, что тоже обанкротятся. Это голос самого Достоевского публициста 70-х годов. Его последние романы неотрывны от дневника писателя. Генеральша Ахмакова и Леди Байрон Личная жизнь Версилова пронизана бурями и тревогами. Он пользуется необыкновенным успехом у женщин, и это сообщает его биографии взволнованность и драматизм. Уже на полпути земного бытия он переживает свой самый стильный и сложный роман, разбивающий его жизнь. Это любовь-ненависть, связавшая его с Катериной Николаевной Ахмаковой, прекрасной, смелой и удивительной женщиной, дочерью его друга, старого князя Сокольского. Во время одного из пребываний Версилова за границей, когда он прибыл в Эмс проповедовать русским аристократам какую-то новую религию, нечто вроде неокатолицизма, учением его увлеклась Катерина Николаевна, неравнодушная в то время к молодому князю Сокольскому. Одновременно к Версилову трогательно привязалась юная падчерица генеральше, болезненная и экзальтированная девушка, вскоре заявившая близким, что она выходит за него замуж. Это вызвало сильнейшее брожение в семье и непреклонные возражения Катерины Николаевны, с этого момента возненавидевшие Версилова. В разгаре всей этой романической путаницы воспламененная девица, видимо, отравилась и через две недели скончалась. Возвратившийся в Эмс после ее похорон молодой князь Сокольский дал Версилову публично пощечину, но тот не ответил вызовом. Когда на другой день он появился на променаде, все от него отвернулись. Ахмакова разорвала все отношения с ним. Но они встретились гораздо позже в Петербурге, где властной и волевой натурой этой женщины увлекся и сын Версилова Аркадий. Ключ к этому образу Достоевский дает в ранней записи об Ахмаковой «Жена Байрона». Что же имеет здесь в виду романист? Удомленный своими успехами и славой, поклонением современников и увлечениями женщин, Байрон стал мечтать о тихом счастье с существом в далекем великосветскому и суетному кругу родовитой Англии. Он заинтересовался юной Аннабеллой Милбенг, свежим полевым цветком, воспитанной в глуши старинного поместья в дружной патриархальной семье. Девушка отличалась умом и способностями, много училась, читала, искала смысла жизни. У нее было очаровательное лицо с каким-то полудетским удивленным и доверчивым выражением. Она писала стихи, которые Байрон хвалил. Ее прозвали принцессой параллелограммов за ее увлечение математикой. В мае 1812 года Байрон писал о ней своей известной подруге леди Каролини Лэмп. Она бесспорно необыкновенная девушка. Кто бы ожидал найти под этой спокойной внешностью такую силу и разнообразие мыслей. Я не питаю желание познакомиться ближе с мисс Милбенк. Она слишком хороша для павшего духа и больше нравилась бы мне, если бы была менее совершенна. Но вскоре он сделал ей предложение и неожиданно получил отказ. У него сохранилось чувство несколько изумленного уважения, замечает по этому поводу Андре Муроа к единственной женщине, осмелившейся ему отказать. Но через полтора года он повторил свое предложение, которое на этот раз было принято. 2 января 1815 года они обвенчались. Начинается трагедия в жизни Байрона и его жены. Их убеждения в области религии морали, метафизики, которой увлекалась леди Байрон, резко противоположны. Она стремится исправить его бурную натуру советами, которые кажутся ему наивными. Например, делайте добро. Он по-прежнему не любит ум в юбке. Не признает сантиментов в браке. Он деспотичен, капризен, горд, демоничен, а под конец озлоблен и мстителен. Она же все сильнее любит его, все меньше понимая его характер. Она мечтает сделаться его рабой и готова стать его жертвой. Но понемногу начинает раскрываться самая мрачная из тайн злого лорда. Жена его догадывается, что у него на совести какое-то скрытое и постыдное преступление. И вскоре она узнает то, в чем невозможно было сомневаться, о преступной близости Байрона с его сводной сестрой Августой Лейх. Никто из них не скрывал от Аннабелла своих отношений, и дальнейшая совместная жизнь супругов стала невозможной. Десятого декабря 1815 года жена поэта родила ему девочку Августу Аду. В начале 1816 года Байроны разъехались. Семнадцатого марта поэт принял развод по дружескому соглашению. В тот же день он набросал прощальную элегию знаменитой начальной страфой. «Прощай и если уж наверно, ну что ж, простимся навсегда, неумолимое, но в сердце не будет злоба на тебя». 25 апреля 1816 года Байрон навсегда отплывает из Англии. Общественное мнение было на стороне его жены. Она не оправдывалась и не обвиняла, жила в уединении и молчании, занималась благотворительностью и устраивала народные школы. И только незадолго до смерти она передала американской писательнице Бичерстоу, автору «Хижины дяди Тола», семейные документы, обличавшие Байрона и объяснявшие ее страдательную роль в их печальной супружеской истории. В 1868-1869 годах Бичерстоу опубликовала статью «Подлинная история жизни леди Байрон», поразившую современников и обошедшую всю мировую печать. Тогда же, по-видимому, ознакомился с этими материалами и Достоевский, который не мог не интересоваться личностью и судьбой английского поэта, творчество которого восхищало его. Приведем запись Достоевского об Ахмаковой в более полном виде, раскрывающим аналогию с привлекшей вниманием автора подростка леди Байрон. Княгиня довольно мрачный, сильно впечатлительный характер, хотя и с чрезвычайно светлыми проблесками. Светская заносчивость, нестерпимая гордость, английское упрямство и щепетильность жена Байрона, мелкое самолюбие. Катерина Николаевна есть редкий тип светской женщины, тип которого в этом кругу может быть и не бывает. Это тип простой и прямодушной женщины в высшей степени. Приведено в книге Долинин последние романы Достоевского Москва-Ленинград 1963 год 166 страниц. Примечания автора Многозначителен эпилог Версилова. Старец Макар Иванович умирая напоминает своему барину его давнишнее обещание прикрыть венцом свой грех, то есть обвенчаться с Софьей Андреевной в случае ее вдовства. Версилов был взволнован. Он молча подошел к маме и крепко обнял ее. Никогда еще не представлялся в мне столь таинственным и неразгаданным. Наступает заключительная безумная сцена. Только что похоронили странника Макара Ивановича, который завещал Версилову семейную святыню древний чудотворный образ. И вот эту благоговеренно чтимую всеми реликвию глава семьи в расстроенном и возбужденном состоянии, словно под наитием какого-то злого духа, внезапно рассекает на две части об угол израстцовой печи. В этом таится по его словам аллегория, смысл которой он не раскрывает. Но символика сцены ясна. Версилов отказывается от наследия странника, от его завета, от своего обещания жениться на маме. Он порывает со своим русским прошлым, отвергает пасмурных чудотворцев православной иконы и снова обращается в мечтах к пленившим его образом католического искусства и к идеям утопического коммунизма. Он готов снова стать эмигрантом, западником, туристом по Европе. Он оторван от родных корней и обречен на гибель. Но этот приговор отменяется автором. Конец Версилов после всех его блужданий спокоен, разумен и поэтичен. Он не потерял родной путь. Он не сошел с ума, не покончил с собой, хотя был близок к таким финалам. Мы его видим в последний раз весною у открытого окна. Мама сидит около него, он гладит рукой ее щеки и волосы и с умирением засматривает ей в глаза. От мамы он уже не отходит и уж никогда не отойдет более. Провозвестник всемирного гражданства вступает в свой последний период русский. Он проведет его на родине, среди близких людей, среди дорогих сердцу святынь. Он всецело и навеки принял в свою душу единственную царицу, свою страдалицу, своего последнего ангела, тихую женщину, вышедшую из закрепощенного народа и озарившую его метущуюся жизнь своей жертвенной любовью. Теперь он отчасти напоминает Герцена с его знаменитым духовным возвращением на родину. Вера в Россию спасла меня на краю нравственной гибели. Но Герцен указывает целый путь в жизнь, в современность, в будущность. По-иному отходит от нас загадочный мыслитель Достоевского, этот изысканный риттер без догмы и без кафедры, скептический наблюдатель европейских революций, отступивший от надежд своей стрепенувшейся Родины для бесплодных правдоисканий на чужбине. Таков этот двоящийся образ российского жентильема и гражданина Вселенной, так и не сумевшего обрести в мире готики и ренессанса живой святыни для своего нищего и угнетенного крестьянства. Достоевский его милует, но не оправдывает. Его подлинный герой вышел из народа и сохранил с ним неразрывную связь. Народный странник Это странник Макар Иванович. Этот образ Романа восходит к близкой Достоевскому духовной традиции русского скитальчества. Особенно ценилось в кругу почвенников сказания о странстве и путешествии по России, Молдавии, Турции и Святой Земле Инока Парфения Москва 1856 год. Книга получила широкое распространение. Ее ценили Аполлон Григорьев, Страхов, Достоевский, Лев Толстой. В открытых письмах к Федору Михайловичу, печатавшихся в эпохе 1864 Григорьев сравнивал паломничество Парфения с лучшими древнерусскими хождениями. Современный петельгрим по Ближнему Востоку сохранил в своем стиле нечто от живой энергической речи протопопа Алвакума и от художественного строя духовных стихов, что и сообщило его путевым записям высоконародное звучание. Особенно ценил критик в книге смиренного монаха его несравненное поэтическое дарование в соединении с младенческую простотою, что отвечало и запросам Достоевского, задумавшего дать в своих произведениях в 70-х годах образы положительных героев из этого мира. Писателю был близок духовный деятель малозаметной страннической и отшельнической Руси, наивный и поэтический мечтатель, автор путевого журнала полного лиризма и нежных красок. Книга имелась в библиотеке Достоевского, а имя ее автора упоминается в его записных книжках и письмах. Своё большое и по замыслу завершающее произведение «Житие великого грешника» он намеревался ввести в качестве героя рядом с Пушкиным, Белинским, Чаодаевым и этого постриженника горы Афонской, описание путешествия которого сопровождало в конце шестидесятых годов самого писателя при его заграничном странстве. Наивная поэтичность и чистосердечие подфенья в соединении с народной мудростью и определяют и личности и проповеди Тарца Макара, как несколько позже и Старца Зосимы, о чем сообщал в своих письмах сам Достоевский. Эта глава писал он своему редактору любимого 7-19 августа 1879 года по поводу раздела о священном писании в жизни отца Зосимы, восторженная и поэтическая. Прототип взят из некоторых получений Тихона Задонского, а наивность изложения из книги «Стратствие инокопорщение». Эта особая манера отсвечивает на облике и речах простонародного скитальца по современной России Макара Ивановича. Характерно, что своего праведного героя Достоевский наделяет художественным дарованием и даже мастерством поэтического слова. Во внутреннем мире этого сказителя есть тишина и красота. Благообразием называет ее Аркадий. И эти затаенные черты имеют на него большее учительное возник, чем философские пейзажи и тонкие афоризмы обаятельного диалектика Версилова. Роман воспитания именно здесь приближается к своей главной теме и намечает озаряющие просветы в его финале. Двадцатилетний Аркадий потому имел Достоевскому, что он влечется своими поисками правды к этому народному типу мыслителя-художника. Достоевский верил до конца, что в глубине и задачах русского духа заключена способность принести новый свет миру при условии самобытного развития. Ничто не могло поколебать его владычествующей идеей, что русская культура несет великий дар миру своей литературой, поэзией и философией, Пушкином и Толстым, ценностями древнерусского искусства, народным пониманием правды и справедливости. Достоевский Достоевский любил называть в своих произведениях литературные шедевры, которым следовал отчасти в своем замысле, стремясь дать новые глубокие вариации на мотивы русской и мировой литературы. В подростке он в этом плане называет скупого рыцаря, лавку древности, фауста отверженных. Все это общеизвестно, но остались неразъясненными две знаменитые повести сороковых годов, по определению Достоевского, имевшие необъятное цивилизующее влияние на тогдашнее подрастающее поколение и названные на первых же страницах подростка Антон Горемыка и Полико Сакс. Повесть Дружинина, как это отмечает сам автор, была довеяна знаменитым романом Жорж Сант Жак. Здесь провозглашалось право на свободу чувства особенно притесненной и бесправной женщины, и муж молодой Фернанды не возмущался ее любовью к октаву, а напротив всякую борьбу с ними признавал проявлением грубейшего эгоизма. Такова же позиция мужа в повести дружинина. Узнав о любви своей жены Поленьке к молодому Галицкому, Сакс устраивает без их ведома развод, берет вину на себя и создает новые счастья любимой женщины, жертвуя собой. Достоевский его женой Соня и их помещикам Версиловым. Народный странник по призванию, он удаляется в свои скитальчества под монастырян, но сохраняет свое право оберегать счастье покинувшей его жены. Он изредка возвращается к ним на краткую побывку, чтобы помочь, поддержать, охранить Соню от горестей и бед, что при длительных разъездах и романах Версилова могло быть и не лишним. Мать-подростка согрета насквозь сердечным теплом художник. Писатель вспоминал здесь, вероятно, самый светлый образ своего детства, образ своей матери, и на него ориентировал задуманное чистейшее воплощение материнства. И здесь никакой фотографической портретности. Мария Федоровна была купеческой дочкой, а не крепостной крестьянкой. Она отличалась жизнерадостностью, любила искусство, поэзию, музыку и мало походила в этом на великую молчальницу подросток. Но она тоже была страдалицей, и ее впалые щеки также выражали всемирную любовь, в которую так безнадежно ушла вся ее красота. Как говорит об этом в романе Версилов. Русские женщины дурнеют быстро, красота их только мелькнет, и право это не от одних только этнографических особенностей типа, а и от того еще, что они умеют любить беззаветно. Но в окончательном тексте романа незримо господствует эта русская крепостная женщина, раба своего помещика, запуганная и безмолвствующая. В черновиках подростка есть запись «Мать, русский тип, огромный характер, и забитые, и покорные, и твердые, как святые». В печатной редакции возобладал этот русский тип матери смиренной, простонародной и полунищей. Это уже не католические Мадонны прерафаэлитов, это потютчевские русские закрепощенный люд, удрученный ношей крестной. Одно из любимейших стихотворений Достоевского. Это не богоматерь Боттичелли, это скорее реальная и живая лапотница Лукерия, одна из кормилец штаб лекарских младенцев, приходившая из дальней деревни питать их своей грудью и пробуждать их фантазию своими сказками и песнями. Эта русская мать во всем величии своей духовной красоты раскрыта писателем в одном из лучших эпизодов его романа, в главе девятой второй части, где описано посещение Софьи Андреевны и ее сына-подростка во французском пансионе, где ученики насмехались над его незаконно рожденностью, а директор Тушар пытался превратить маленького разночинца в своего лакея. Эта глава принадлежит к лучшим страницам Достоевского в стиле того психологического и поэтического реализма, который освещает сокровеннейшие драмы человеческой совести. Но эта превосходная реалистическая живопись Достоевского выпадает из общей манеры его повести о современной смуте. Он ставит здесь новаторские задания, требующие неизданных форм. Проблема стиля В подростке сохранен принцип, сформулированный Достоевским еще в феврале 1870 года в планах к житию великого грешника. Хотя и не объяснять словами всю владычествующую идею и всегда оставлять ее в загадке, но чтоб читатель всегда видел, что идея эта благочестива, что житие вещь начинать даже с ребяческих лет. На пьедестале все время будущий человек. Такой необычный и сложный композиционный закон проложен в основу подростка и ощущается на всем его протяжении. Главный персонаж раскрывается все время в процессе своей формации, как возникающий человек грядущего мира. Но центральные герои, как управляющая или основная идея, остаются до конца в загадке, откуда особый тон всего повествования, неясный, запутанный, да усмысленный и таинственный, превращающий иные эпизоды в сцены ребусы, а некоторых героев ищегуры символы, допускающие разнообразные решения и толкования подчас гадательные и приблизительные, поскольку фундаментальные устои всей конструкции намеренно скрыты автором от глаз читателей. Заветный замысел Достоевского, будущий деятель русской революции, мог бы явиться только во втором романе «Братья Карамазовы», который смерть помешала Достоевскому написать. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем. Отсюда огромная трудность для Достоевского верно решить проблему стиля для своего романа о становлении юной личности среди всеобщего брожения. Ему необходимо найти новые формы для воплощения возникающих общественно-политических тем, которые до конца будут владеть его сознанием. Разложение — главная видимая мысль романа. Распад России в пореформенную эпоху, вырождение русской семьи, всеобщий хаос неурядица и развал, вечная ломка, расшатанность до основания нравственных начал наших, право на бесчестье, умственное смута и моральное бездорожье, бестолковщина нашей настоящей минуты. Все это ставится проблемно уже в записях 1874- 1875 годов, но разрешается лишь перед смертью романиста. С обычной смелостью новатора Достоевский ставит перед собой труднейшую задачу — изобразить этот всероссийский хаос в соответственной хаотической манере. Обычный общепринятый сюжет, как единство и цельность действия главных персонажей в логической причинно-временной связи их переживаний, мастерски разработанных преступлений и наказаний, здесь отвергается автором и заменяется отдельными парадоксальными мотивами или беглыми интригующими эпизодами, разъяснения которых откладываются на будущее время, но никогда не наступают. Все это и создает особый стиль повышенно-динамичный, лихорадочный, миражный, вихревой или по замечательному определению Достоевского бредовой или облачный, в котором жанровая природа романа с ее твердыми эпическими законами растворяется и как бы улетучивается в проносящихся видениях или смутных представлениях, свободных от закономерной кристаллизации или органического развития. Отсюда необычайное повышение темпов рассказа. Здесь действие несется стремительно и приводит к экстравагантному финалу с головокружительной сменой потрясающих событий, с наглым вымогательством Ламберта, обмороком Ахмаковой, покушением Версилова на убийство шантажиста, с попыткой застрелить героев, с внезапным сумасшествием героя, револьвером, ранами, кровью, дракой, плевком в лицо. Это целый изгусток уголовщины и безобразий, которые должны служить развязкой романа в одном случайном семействе и свидетельствуют о каком-то бессмысленном и страшном провале целого общества, неспособного к жизни. Воспитательный роман Достоевского не удовлетворяется спокойным и плавным отображением постепенной формации одной личности, как мы это видим у Гёте или Толстого. Он стремится, как заявляет сам автор угадать, что могло таиться в душе иного подростка во времени. Иной метод, иная тематика. Угадывание тайны юного сознания, потрясенного террористическими актами, это не просто годы учения или годы странствий, это уже зарождение политической трагедии, возникновение титанической борьбы, альтернатива жизни и смерти. Для такого необычайного словесного изображения, столь далекого от общедоступной фактографии и общепринятого шаблона, требовалось неистащимое новаторство художника, способное оживить застывающее образование классического реализма XIX века. Многое из этих опытов оказалось полноценным и сохранило нам особый усложненный стиль позднего Достоевского, предвещающий течение новейшего искусства уже после смерти романист. В последний период он особенно любил противоречия и даже странности в своих построениях, считая, что не все должно быть с первого взгляда общедоступным и удобопонятным, и что автор имеет право недоговаривать и интриговать. «Пусть потрудятся сами читатели», пишет он в 1872 заявляя о своем праве на особый, трудный, сложный, причудливый и даже сверхъестественный стиль. Роман не имел успеха у читателей и смутил большинство критиков. Они заговорили о мрачном подполье Достоевского, о быте и нравах, присущих острогу или дому терпимости, о мире призраков вместо общества людей. Но на вековом расстоянии нам раскрывается поразительное мужество стареющего художника в искании новых романических форм, иногда обреченных на временное крушение, как в подростке, но вскоре приводящих к ослепительной победе в таком мировом создании, как братья Карамазовы, которая вышла из бурного брожения идей и событий в эпоху революционной ситуации и отразила распад дряклеющей империи в самой форме своего художественного воплощения. Трагические новеллы Кроткое Творческий метод подростка, не встретивший сочувственного признания, вызвал новые художественные опыты Достоевского. В такой критический момент своей литературной биографии писатель открывает для себя новый путь и находит неизданную форму. Он создает трагическую новеллу необычайной силы и неотразимой правды. Он поднимается на новую высоту своего повествовательного искусства. Его лиризм и его философия жизни находят могучее выражение в коротких и законченных рассказах, достигающих сжатости и глубины творений Пушкина. Это маленькие трагедии Достоевского Кроткая и Сон Смешного Человек. Творческая история Кроткой полна внутреннего драматизма. Общий период ее развития довольно длителен. Еще в 1869 году Достоевский набросал план рассказа на редкую для него тему о семейном раздоре и разрыве. Ряд мотивов здесь уже возвещал новеллу 1876 года. Приведем главные из них. После Библии зарезал. Тип подпольный, не перенесший ревность. Вдовец, первая жена умерла. Нашел и выбрал сиротку нарочно, чтобы было спокойнее. Сам настоящий подпольный, в жизни щелчки, озлился. Безмерное тщеславие. Жена не может не заметить, что он образован, потом увидела, что не очень, всякая насмешка, а он все принимает за насмешку, раздражает его, мнителен. Как увидел, что она не думает смеяться, ужасно рад. В театр и в собрание по разу. Вы не смуки, поссорился с гостем, обращавшимся с ним свысока. Любовника в доме, на дворе, из окна в окошко выследил. Подслушивает свидание, выносит при жене пощечину. Одно время даже затеялась у него с женой настоящая любовь, но он надорвал ее сердце. В этом первоначальном замысле иная трагическая развязка. Муж зарезал виновную жену. Но контуры, будущей кроткой, уже очерчены с полной отчетливостью. В 1876 году по России прошла эпидемия самоубийств. Федор Михайлович грустил о каждом самоубийце, как о близком ему человеке, рассказывает писательница Симонова. И вот он вдумывается в положение самоубийцы, глубоко проникает в психическое состояние несчастного, и все это выливает в статье «Приговор» в октябрьской книжке дневника писателя за 1876 год. Автор воспоминаний приводит и свой разговор с Достоевским по поводу этой статьи. Представляет интерес следующий отрывок. Откуда вы взяли этот приговор? Сами создали или извлекли суть его откуда-нибудь? Спросил я его. Это мое. Я сам написал, ответил он. Да вы сами-то атеист. Я деист. Я философский деист, ответил он, и сам спросил меня, а что? Да ваш приговор так написан, что я думала, что все вами отложенные вы пережили сами. Напомним, что атеистами назывались себя Вольтер, Руссо и другие вольнодумцы 17-18 веков, видевшие в этом направлении скрытую форму атеизма. Бог признавался лишь как безличная первопричина мира, который в остальном был предоставлен действию законов природы. Атеистическое мировоззрение выражено и в новелле кроткое. Вскоре Достоевский прочел в газете заметку, что одна молодая девушка, некая Марья Борисова, по профите Швея, приехала из Москвы в Петербург, где у нее не было родственников и где она орхитовала жить исключительно своим ремеслом. Но планы новой жизни в столице быстро рушились. И вот в одно пасмурное осеннее утро отчаявшаяся девушка, прижав к сердцу образ Богоматери, которым ее благословили родители, выбросилась из мансарды шестиэтажного дома на Галерной и разбилась насмерть. Это необычное самоубийство глубоко взволновало Достоевского. Он был поражен внутренней контрастностью события, необычным сочетанием отчаяния и веры, гибели и надежды, смерти и любви. Этот образ в руках, странная и неслыханная еще в самоубийстве черта, писал под свежим впечатлением автор дневника писателя. Об иных вещах, как они с виду непросты, долго не перестается думать, как-то мерещится, и даже точно вы в них виноват. Это кроткое, истребившее тебя душа невольно мучает мысль. Таков был некролог безвестной швеи, написанный великим писателем. Образ с этой погибшей в огромном роскошном городе одинокой и бедной девушки продолжал тревожить его мысль. И вот он откладывает все очередные рук и пишет свой художественный комментарий к рядовому случаю из внутренних известий России. Вместо текущей международной публицистики ноябрьский выпуск дневника писателя за 1876 год заключает в себе только рассказ кропкое. Достоевский не ставит себе задачи изобразить несчастную судьбу самоубийцы в чужом и бездушном городе. Гибель юной оскорбленной души в капиталистическом Петербурге не раз изображалась им. Лишь незадолго до того в 1875 году он написал как бы вставную новеллу в роман подросток о повесившейся Оле приехавшей в столицу без средств искавшей уроки по объявлениям и неизменно попадавшей в лапы старых развратников и сводниц. Повторять тему не стоило. Достоевский извлекает из своих старых запистей плана рассказа о жено убийце и, сохраняя внутреннюю драму, придает новые черты героине и создает совершенно иную развязку, видоизменяющую всю тональность произведения. Смерть Марии Борисовой, разбившаяся об лыжник петербургского двора, но прижимавший к сердцу родительский образ, как бы обрамляет теперь его давнишний замысел о деспоте муже и жертве жене. Достоевский взрывает устойчивую форму классической новеллы. Он дает одно необычайное событие, как это требовали мастера новеллы, но показывает через него, согласно своему методу, всю страдальческую биографию героини. Параллельно он развертывает сложную психологическую историю одного подпольного человека, мстящего своим ростовщическим промыслом, оскорбившему его общество. Так раскрываются две судьбы в их полном развитии, что исключалось техникой новеллы, но в той предельной степени напряжения, какую требовала теория жанра. Это по-настоящему новеллистически напряженное содержание рассказа, замыкающее его действия в единый круг внутренней катастрофы. Достоевский пренебрегает каноническим сюжетным ударением в конце и смело начинает с трагической развязки. Муж, у которого лежит на столе жена-самоубийца, старается осмыслить случившееся. Концовка, ставшая за чином, определяет кольцевое строение повести. Это новелла «Спираль», по известному термину Пауля Гейзи. Повороты витой линии удаляются все более от точки ее отправления, но развернувшаяся пружина внезапно сжимается к исходному центру, так что развязка, конец спираль, располагается как раз над ее началом, вступлением к рассказу. Этот тонкий прием свидетельствует о безупречном понимании Достоевским законов новеллы и о его близком знакомстве с ее лучшими образцами. Но какова бы ни была его эрудиция в этом жанре, он твердо знал, что главная задача новеллиста умела и сразу возбудить интерес к характерам и к действию. Так он и строил кроткую. Первая глава называется «Кто был я и кто была она?» Это зачин и экспозиция. Развертывается предыстория сложной и томительной драбы. Ряд лейтмотивов творчества Достоевского звучит с исключительной интенсивностью и силой. Героиня с двенадцати лет круглая сирота, здоровьем слаба, склонна к чахотке, две обозренные тетки превратили ее в свою рабу, били, попрекали куском, решили наконец продать. И вот обреченная девочка кидается к газетным объявлениям в поисках спасительного места. Для оплаты своих публикаций она относит в касту в суд последние грошовые вещицы, оставшиеся от родителей. Попадает сюда и старинный семейный образ серебряной ризи, который выставят в финале драмы и сыграет решающую роль в обработке замысла Достоевского. Характерна здесь и предыстория героя. Владелец частной ломбардной конторы, одинокий пожилой человек, уединившийся от всех. Он был исключен судом чести из полка за то, что не вышел на дуэль, получив оскорбления, хотя сам не признавал этой обиды и мужественно пренебрег общим мнением и тираническим приговором. И вот великорушнейший из людей стал закладчиком. При всем лаконизме новелестической композиции Достоевский не отказывается здесь от своего излюбленного портретирования героев. Он исходит из убеждения, сформулированного но тогда же в подростке в редкие только мгновения человеческое лицо выражает главную черту свою, свою самую характерную мысль. Художник изучает лицо и угадывает эту главную мысль лица. Укроткой оно выражает грусть и удивление перед из них но и благородство юной души. У нее внешность Сони Мармеладовой тоненькая белокурая глаза голубые большие задумчивые улыбка недоверчивая но зато великодушие молодости хоть и на краю гибели а великие слова Геот сияют. Более обобщен естественно автопортрет героя. Это благообразный и внушительный отставной штабс-капитар блестящего полка высокий стройный хорошо подпитанный. Романтическая завязка выдержана в характерной манере Достоевского. Отношения возвышенного проценщика и угибающей девушки раскрывают характерную Свидригайловскую ситуацию. Мне сорок один а ей только что шестнадцать очень сладостно это очень сладостно. Она выходит за судодателя. Правда и то, что ей уж некуда было идти. Снова знаменитый мармеладовский мотив. Действие тормозится приемом между действия, отступлений, размышлений, раскрытия намерений и тайных помыслов. Он решил подморозить энтузиазм юности, раскрывшееся сердце, потребность большого чувства, холод, молчание, расчет, размеренный быт, приличный, но строго экономный. Ему необходимо было собрать тридцать тысяч, чтобы уединиться навсегда в Крыму. А она же желала любить, искала любить. И вот кроткая бунтует по незначительному поводу, но по глубоким причинам. Она решается отомстить своему благопристойному учителю. Из мести героиня встречается с бывшим товарищем мужа, офицером Ефимовичем, который был главным застрельщиком его изгнания из полка. Но за первым же их свиданием муж следит из соседней комнаты с револьвером в кармане. Она остается непорочной и поражает своего тайного соглядатая умом и благородством. Он прерывает свидание и уводит ее. Традиционная ситуация резко видоизменяется. Обычный сюжетный трептих оказывается фикцией, но он все же заостряет драму до трагической коллизии. Наступает кульминация новеллы. Молодая женщина подносит револьвер к виску спящего мужа. Но он не спит. Все видит, не сопротивляется. На что мне жизнь после револьвера, поднятого на меня обожаемым мною существом? Оказывается, и бессердечный закладчик живет в своем подполье огромным чувством, затаенным и безнадежным. Одновременно происходит и реабилитация вчерашнего труса, выгнанного из полка. Он не дрогнул под дулом револьвера, приставленного к его виску. Так мастерски построен Достоевским центральный пункт повествования. Это тот неожиданный и поразительный поворот интриги, который отмечает глубочайший кризис всего внутреннего действия. Брак был расторгнут, побеждена, но не прощена. На этом заканчивается первая часть навелы. Взбунтовавшаяся кроткая тяжело заболевает. Наступает глубокая сюжетная пауза. Уже в первом разделе своей повести Достоевский дает характерные черты новеллистического жанра, концентрацию рассказа, минимальное количество героев, единство места действия, остроту сюжета, необычность или странность происшествия, его захватывающий интерес, его глубокое жизненное значение. Все это предопределяет дальнейшее развитие этой образцовой трагической новеллы. Вторая глава охватывает новый психологический конфликт и определяет диспозицию финала. Когда муж понимает, что кроткая навсегда покинула его, он в ужасе старается ее удержать. Я целовал ее ноги в упоении и в счастье. Он звал ее на юг, к морю, во Францию, в Булонь, там солнце, там новое наше солнце. Надревает последняя катастрофа. Извученная женщина изжила свое чувство. Запоздалое поклонение мужа ужасает и отвращает ее. Никаких просветов в будущее. с последней святыней родительским образом в руках она принимает смерть, выбросившись из окна. Трагическая концовка разрубает узел запутавшихся отношений. Герой еще пытается оправдаться случайностью. Роковое совпадение, неожиданный недосмотр, слепая ошибка или безучастная игра судьбы — вот источник его трагедии. О, дико-дико недоразумение, неправдоподобие, невозможность стонет и взывает муж самоубийцы. Он опоздал лишь на пять минут. Все это случай, простой, варварский, костный случай. Вот обида. Послесловие новеллы изображает одинокое отчаяние человека, у которого отнято все. Что мне теперь ваши законы? К чему мне ваши обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вера? Истякла культура, опустошен космос, рухнуло все мироздание, погасло светило булони. Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце и посмотрите на него, разве оно не мертвец? Все мертво и всюду мертвецы. Природа, религия, этика, заветы альтруизма, христианство ничто не заполнит бездонной пустоты жизни, из которой удалилось единственное любимое существо, смертельно оскорбленное законами бытия и добровольно ушедшее из-под их власть. Это одна из сильнейших в мировой литературе новелл «Отчаяние». Исповедующийся герой, как разъясняет автор, потрясенной катастрофой, селится собрать свои мысли в точку. В его сложнейшей диалектике прорывается мучительное искание правды, которая должна бы открыться во что бы то ни стало, но остается сокровенной и недосягаемой. Это едва ли не наилучший образец внутреннего монолога во всем творчестве Достоевского. Недаром герой заявляет «Я мастер молча говорить, я всю жизнь мою проговорил молча и прожил сам с собою целые трагедии молча». Жанр этой исповеди особенно занимал писателя. Фантастическим рассказом назвал он кроткую, отметив в предисловии, что считает свой опыт в высшей степени реальным. Автор здесь предполагаемый стенограф, фиксирующий беспорядочный ход мыслей измученного человека, вызывающего в отчаянии к своим воображаемым студиям и в ужасе сознающего свое глубокое и полное одиночество. Все это знаменует огромные жанровые сдвиги в творчестве Достоевского. От свободной и безграничной формы романа он обращается к стесненной и замкнутой системе короткой истории, ценя свойственные черты напряженности действия, экспрессивности образов, интенсивности сюжета. Все сосредоточено вокруг одного неслыханного события и создает неразрывную целостность драмы. Все нити рассказа восходят к центральному герою. Все эпизоды ведут к большой идее, сообщающей фактом жизни глубину философского обобщения. Все охвачено высшим стилем Достоевского, его проникновенной и бесстрашной манерой изображения потрясенной души, внезапно прорвавшейся к сокрушительной истине. Трагедия мысли, крах, миросозерцание, духовная гибель, смертельный исход, здесь все замкнуто в границе короткого рассказа с неотразимой силой внушения в каждой реплике и в каждой подробности. Регламент классической поэтики здесь преображается и отменяется высшими законами творящего художника. В свою малую форму он вложит всю жизнь героев, открывает в ней путь к обнажению последних граней возмущенного сознания и сквозь текущий эпизод газетной хроники раскрывает извечную трагедию человека. Сон смешного человека Опубликованный Достоевским в апрельском выпуске дневника писателя 1877 года «Сон смешного человека» имел как и кроткое подзаголовок «Фантастический рассказ». В данном случае такое обозначение подразумевало утопическое содержание этого небольшого произведения, изображение идеального общества в духе Золотого века античных поэтов, воспринятого французскими утопистами XIX века как символический образ будущего социалистического строя. Но, как всегда, Достоевский создает своеобразнейшую государственную новеллу, изображая как блаженное царство невинных и счастливых людей, превращается путем насильственного внедрения в ней цивилизации в страшный мир жестокостей, злобы, порока и насилий. Эти бедствия, по мысли автора дневника писателя с его охранительными тенденциями, проистекают якобы от одного современного русского прогрессиста, который заразил своими воззрениями как атом чумы, заражающий целые государства, всю эту счастливую и безгрешную землю. Ложь, сладострастие, ревность, жестокость, пролитая кровь, жажда мучений, кодексы, гильотина, войны — вот к чему пришли эти дети солнца, как называет их Достоевский. Отчаянные попытки вернуться к прежнему счастью только усиливали общую рознь и вражду. Все идет к гибели. Но пробудившийся смешной человек формулирует свой спасительный закон совместной жизни людей. Главное — люби других, как себя. В сне смешного человека с предельной сжатостью разработаны мотивы и образы предшествующего творчества Достоевского. Темы золотого века, прекрасного человека, возможности устройства всеобщего счастья, факты неизбывного страдания людей и особенно детей, в беглых зарисовках ощущаются привычные образы несозерцания героев Достоевского, мифологический рай, вдохновивший Версилова в подростке, первоначально Ставрогина в его исповеди, на вдохновенное толкование картины Клода Лорена «Ацис и Галатея». Образы Кирилова, Раскольникова, Лебяткина, Человека из подполья, доведенных до отчаяния маленьких девочек, затерянных в большом городе, неточка незваного, Нелли, лондонская нищенка, как и другие произведения Достоевского, особенно 70-х годов, рассказ не свободен от противоречий и местами раскрывает в поздних исканиях его автора просветы в будущую гармонию. Я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. Как устроить рай, я не знаю, заключает смешной человек, убежденный в том, что на земле не бывать раю. Свойственный позднему Достоевскому скептицизм звучит уже в этой новелле. Такие заявления несколько ослабляют горестные заметы Достоевского об исторических путях человечества и перспективах его будущего развития, но никаких конкретных указаний к соединению людей в разумное общество не дают. Прощание с Некрасовым В конце 1877 года умирал Некрасов. Незадолго перед тем знаменитый венский хирург Бильрот, вызванный в Петербург, сделал ему операцию, продлившую больному жизнь на несколько месяцев. Но истекали сроки и эды от срочки смерти. Друзья и почитатели с глубокой горестью чувствовали приближение конца. Из своей якутской ссылки Чернышевский в письме к другу выразил настроение всех передовых кругов русского общества, вызванное угасанием великого поэта. Если когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил его, как человека, что я убежден, его слава будет бессмертна, что вечно любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов. Я рыдаю о нем. Достоевский не принадлежал к этим кругам, но он полностью разделял их скорбь. Он никогда не мог забыть, что Некрасов плакал над рукописью бедных людей, и первый заявил ему о своем восхищении его талантом. Он навсегда запомнил, как поэт уже в шестидесятых годах, по возвращении Достоевского из Сибири, подарил ему домик своих стихов и прочитал ему отрывок из поэмы «Несчастные» о мужественном и мудром политическом ссыльном по прозвищу «Крот», понимавшем и любившем товарищей по острогу. Он учил их преданности родине и вере в народные силы. Он толковал им сущность и призвание расти. Она не знает середины, черна куда ни погляди, но не проел до сердцевины ее порог, в ее груди бежит поток живой и чистый, еще живых народных сил, так под корой Сибирь дистой золотоносных много жил. «Я тут об вас думал, когда писал это», сказал он Достоевскому, «То есть об моей жизни в Сибири», разъяснил романист. «Это об вас написано». Исследователи Некрасова расходятся в определении прототипа крота, но подчеркнутые нами стихи почти буквально совпадают с отрывками из письма Достоевского к брату по выходе из каторги от 22 февраля 1854 года. Поверишь ли, есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото. Письмо это как бы первый набросок к запискам из мертвого дома. Оно представляло исключительный интерес и, несомненно, получило распространение в литературных кругах. Некрасов был лично знаком с Михаилом Достоевским и мог получить от него такой выдающийся документ, который и отразился на поэме 1856-58 годов о несчастных, то есть сибирских каторжниках. Примечание автора. Таковы были моменты искренних и глубоких сближений двух писателей, нередко разъединенных литературной борьбой и конфликтами журнального быта, о чем вспоминал не без горечи Достоевский. Потом, помню, мы как-то разошлись. Помогли и недоразумения, и внешние обстоятельства, и добрые люди. Но в основном и главном они были близки и в своем творчестве являли много родственных черт. Оба приняли в молодости для своих произведений принципы натуральной школы, которая отвечала новейшим передовым устремлениям русской жизни, но она не могла удовлетворить их глубоких духовных запросов, и они обратились вскоре к трагизму изображаемой повседневности. Это и осталось человеческим голосом их творений. Достоевский в своих ранних зарисовках мелких столичных чиновников уже намечает всю безысходность их судеб. Безумие, болезни, запуганность, отверженность, раннюю смерть. Этот путь молодого художника уже возвещает гениальный групповой портрет 60-х годов семью Мармеладова. Некрасов в своих ранних стихах дает короткие физиологические очерки, насквозь пронизанные страданиями петербургской голи. Это сценки, эскизы, типы «вор», «пьяница», «изводчик», «едули ночью по улице темной», стихотворение, которое совершенно с ума свело Тургенева. Эта поэзия отчаяния на фоне петербургских подвалов и чердаков роднила поэта-урбаниста с будущим творцом преступления и наказания. Эту исконную и высшую близость оба почувствовали в момент на вечной разлуке. Некрасов умирал медленно, но в полном сознании и в поразительном творческом подъеме. За этот черный год он дал ряд своих знаменитых стихов, ставших всенародными. Посещавшие его друзья запечатлели в своих записях мужественный образ поэта, побеждающего своей творческой волей болезнь и смерть. «Труд всегда меня животворил», писал на своем смертном одре Некрасов. И этот труд поэта продолжает поддерживать в нем жизненные силы почти до самой агонии. 4 марта 1877 года Некрасов был очень слаб, но все-таки прочел новое стихотворение «Колыбельная песня». Оно назвало позже «Баюшки-бою» «непобедимое страдание, неутолимая тоска» примечание автора. Его манера чтения, рассказывает Пытин, делала впечатление пьесы еще сильнее и тяжелее. Затем он встал с постели, опираясь на нас, и еще стал рассказывать. Он чувствует себя тяжело от опиума. Говорил, какие мысли бродят в туманной голове, явятся и исчезнут, чтобы потом явиться снова, и кончаются стихами. Он стал рассказывать сюжет, который теперь бродил, замысел поэмы «Бродяга». Он объяснил, что так ему представляется народный характер, при всей беде, порче, необузданности, с мягкими человеческими чувствами в основании. Из записной книжки Пыпина «Литературные наследства», номер 49150, Москва, 1946 год, 191-194 страница, примечания автора. Сестра поэта Будкевич записала в своем дневнике 23 марта 1877 года пришел Федор Михайлович Достоевский. Брата связывали с ним воспоминания юности. Они были ровесники, и он, Некрасов, любил его. «Я не могу говорить, но скажите ему, чтобы он вошел на минуту, мне приятно его видеть». Достоевский посидел у него недолго, рассказал ему, что был удивлен сегодня, увидав в тюрьме у арестанток физиологию Петербурга. Физиология Петербурга сборник, изданный в двух частях Некрасовым в 1844 и 1845 годах. Достоевский с конца 1876 года посещал в тюрьме крестьянку Корнилову, приговоренную к каторге и вечному поселению в Сибири за покушение на жизнь своей падчерицы. В дневнике писателя он поместил статью в защиту осужденной. Примечание автора. В этот день Достоевский был особенно бледен и усталый. Я спросила его о здоровье. Нехорошо отвечал он, при падке падучей все усиливаются. В нынешнем месяце уже пять раз повторились. В начале декабря 1877 года, то есть за две-три недели до смерти, Некрасов написал свое последнее стихотворение «У муза я у двери гроба». Он говорил друзьям о своей поэзии. «Жизнь меня испортила, но только на поверхности. Мои стихи шли из души». В начале декабря Достоевский в последний раз посетил умирающего. Некрасов был совершенно истощен болезнью, но сохранял всю ясность ума. Он продолжал писать свои дивные прощальные стихи, о которых Достоевский вскоре сообщал в своем дневнике. Прочел я последние песни Некрасова в январской книге отечественных записок. Страстные песни и недосказанные слова, как всегда у Некрасова, но какие мучительные стоны больного. Наш поэт очень болен, и, он сам говорил мне, видит ясно свое положение. В подобном состоянии выступает главная в человеческих отношениях за всю прошедшую жизнь и одинаково захватывает обоих друзей собеседников. Так оно и было в этом случае. Обоим запомнилась навсегда их первая встреча, неизгладимая историческая минута двух биографий, самая восхитительная минута во всей моей жизни. Я в каторге, вспоминая ее, укреплялся духом. В мемуарных страницах Достоевского запись его последней беседы с Некрасовым так же значительна, как и знаменитое описание их первой встречи в июньскую белую ночь 1845 года. И что ж, недавно я зашел к Некрасову, и он больной, измученный, с первого слова начал с того, что помнит о тех днях. Тогда, это 30 лет тому, произошло что-то такое молодое, свежее, хорошее, из того, что остается навсегда в сердце участвовавших. Нам было тогда по 20 с немногим лет. И вот в обстановку медленной агонии ворвалась весенним шумом юность поэтов. Ведь именно он, Некрасов, ввел Достоевского в литературу, познакомив его с Беринским и напечатав в своем петербургском сборнике первую повесть рабеющего новичка. И вот 30 лет спустя я припомнил всю эту минуту опять недавно и будто вновь ее пережил, сидя у постели больного Некрасова. А прожили мы всю жизнь врозь. На страдальческой своей постели он вспоминает теперь отживших друзей. Песни вещие их недопеты, пали жертвуя злобы измен, в цвете лет на меня их портреты укоризненно смотрят со стен. Тяжелое здесь слово это укоризненно, но прочтите эти страдальческие песни сами и пусть вновь оживет наш любимый и страстный поэт. Страстный к страданию поэт. Все это писалось уже после смерти Некрасова. Он скончался вечером 28 декабря по старому стилю. Достоевский узнал об этом на другое утро, пошел поклониться его телу. Вернувшись домой, он устроил необычные поминки по Некрасову, перечел почти все его поэтическое наследие. Он снова почувствовал всю силу Некрасовских шедевров, которые вскоре назвал в статье о нем «Это были рыцарь на час, тишина, русские женщины, великий влас по определению Достоевского и одно из самых могучих и самых завучих поэм его». В эту ночь я перечел чуть не две трети всего, что написал Некрасов и буквально в первый раз дал себе отчет, как много Некрасов, как поэт, во все эти тридцать лет занимал место в моей жизни. Достоевский решил выступить с речью на похоронах Некрасова. На кладбище собралось несколько тысяч его почитателей, много учащейся молодежи. Произносились речи, читались стихи, выступал один рабочий. Находясь под глубоким впечатлением, вспоминал Достоевский, я протеснился к его раскрытой еще могиле, забросанной цветами и венками, и слабым моим голосом произнес вслед за прочими несколько слов. Я именно начал с того, что это было раненое сердце, рад на всю жизнь, и не закрывшаяся рана это и была источником всей его поэзии, всей страстной до мучения любви этого человека ко всему, что страдает. Высказал тоже мое убеждение, что в поэзии нашей Некрасов заключил с собой ряд тех поэтов, которые приходили со своим новым словом. В этом смысле он должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым. На этом месте Достоевского прервал голос из толпы. Некрасов был выше Пушкина и Лермонтова. Те были только боеронисты. В своих воспоминаниях Плеханов рассказывает, что это возражение принадлежало ему и окружавшей его группе революционеров. Сравнение Некрасова с Пушкиным показалось им вопиющей несправедливостью. Но это не смутило оратора. «Не выше, но и не ниже Пушкина», строго ответил Достоевский, повернувшись в сторону молодежи. «Выше, выше», продолжало раздаваться из этой группы. Не вступая в дальнейшую дискуссию над раскрытой могилой, Достоевский ответил своим оппонентам в ближайшем выпуске дневника писателя. Он дал здесь глубокие характеристики Пушкина, Лермонтова, Некрасова и Байрона, обронив попутно свой блестящий афоризм. Словом «байронист» брониться нельзя. Сам Приханов в 1917 году в статье похороны Некрасова признал неправильность своей позиции в этом споре с Достоевским. Я начал свою речь тем замечанием, что Некрасов не ограничился воспеванием ножек терпсихоры, а ввел в свою поэзию гражданские мотивы. Намет был совершенно ясен. Я, в свою очередь, имел в виду Пушкина. И, само собой, разумеется, что я был кругом неправ перед ним. Пушкин воспевал не только ножки терпсихоры, о которых он, кстати сказать, и упомянул то мимоходом, но таково было наше тогдашнее настроение. Все мы в большей или меньшей степени разделяли взгляд Писарева, который разнес нашего великого поэта в известной статье Пушкин и Белинский. Я потому здесь привел это место из своей речи, что мне захотелось покаяться. Лучше поздно, чем никогда. Приханов Искусство и Литература Москва 1948 год Страница 644 Примечание автора В декабрьском выпуске дневника писателя Достоевский опубликовал свою речь, развернув ее в блестящую статью. Он дал глубокую характеристику Некрасова как человека и поэта во всех противоречиях его сложной натуры, как русский исторический тип, который навсегда останется в сердце народа нашего, ибо в любви к народу он находил нечто незыблемое, какой-то незыблемый и святой исход всему, что его мучило. В судьбе великого народного поэта это и было главным источником его скорбных и бессмертных песен. Так слагались эти стоны и крики, облегшиеся в стихи. На процессе Веры Засулич В пятницу 31 марта 1878 года Достоевский пришел с утра в окружной суд, где предстояло рассмотрение дела Веры Засулич, стрелявшей в петербургского городоначальника Трепова. Это был ответ на возмутительный приказ генерала подвергнуть порке заключенного студента-революционера Боголюбова, не снявшего перед ним шапку. Самоуправный приговор был исполнен в тот же день, 13 июля 1877 года, и вызвал глухой протест в обществе и эмигрантской печати. Девушка-революционерка, не знавшая лично пострадавшего и даже никогда не видевшая его, прибыла из провинции в Петербург совершить акт справедливого возмездия над произволом и насилием власти. 24 января раздался ее выстрел. Трепов был опасно ранен. Схваченная на месте, она была подвергнута публичному суду с участием присяжных заседателей. Это был один из знаменитейших политических процессов конца XIX века. Он привлек к себе пристальное внимание передовой общественности мира. Личность подсудимой чрезвычайно заинтересовала и Достоевского. Заняв отведенное ему место в ложе журналистов, он оглядывает переполненный зал. Раздается грозное, суд идет, и на красных массивных стульях перед огромным выгнутым столом располагаются судьи во главе с своим председателем Кони. Отсюда тянутся скамьи присяжных заседателей, набранных на этот раз, видимо, из среднего чиновничества, благонадежный элемент для нужного правительству решения. За ними почетные места для высших становников и военных, мундиры, ордена, звезды и ленты. Это члены Государственного Совета, сенаторы, офицеры Генерального Штаба. Далее представители судебной магистратуры, известные адвокаты, высшие представители столичной бюрократии, ряды кресел для публики пестрят блестящими дамскими нарядами. Это аристократия литературных салонов. Повсюду знаменитости. Восьмидесятилетний государственный канцлер Горчаков, лицейский товарищ Пушкина, средь новых поколений докучный гость и лишний и чужой. Светила российской криминалистики профессор Таганцев, во главе экспертов первый русский хирург Склифоцовский, среди юристов блестящий молодой защитник Карабчевский. Словно весь Петербург правительственный, общественный, научный и художественный собрался на какое-то торжественное празднество. А вот там, сбоку, за перилами, на скамье подсудимых одинокая и грустная фигура молодой женщины, окруженной гигантами-жандармами, саблями наголо. Это подсудимая. Она одета в черное люстриновое платье, темные волосы ее гладко расчесаны на прямой пробор, умные карие глаза светятся сердечностью и добротой. Она внушает окружающим сочувствие, симпатию, любовь и даже восхищение. Хочется сказать жандармам, писал под свежим впечатлением публицист голоса, уедите, оставьте эту несчастную девушку, вложите ваши шашки в ножны, холодный блеск их стали не вяжется со светлым взором ее ласковых глаз. Когда доходит до нее очередь, она тихо и сдержанно произносит всего несколько фраз, но очень значительных и волнующих. Она говорит оглумлении Трепова над Боголюбовым, уже перенесшим долгое одиночное заключение и приговоренном к пятнадцатилетней каторге. Какую жестокость надо было иметь для того, чтобы заставить такого замученного человека вынести карцер, розги, побои и за что? За неснятую при втопичной встрече шапку. На меня все это произвело впечатление не наказания, а надругательства, вызванного личной злобой. Мне казалось, что такое дело не может, не должно пройти бесследно. Я ждала, но все молчала, и ничто не мешало Трепову опять и опять производить такие же расправы. Тогда, не видя никаких других средств к изменению таких порядков, я решилась хотя бы ценою собственной гибели доказать, что нельзя быть уверенным в своей безнаказанности, так беспощадно ругаясь над человеческой личностью. Я не нашла и не могла найти другого способа обратить внимание на это происшествие, страшно поднять руку на человека, но я сознавала, что должна это сделать. Судебное следствие закончено. Открываются прения сторон. Прокурор стремится рассеять глубоко сочувственное впечатление от речи подсудимой. Он патетически указывает на стол вещественных улик, где поблескивает своим стволом бульдог крупного калибра. Этот револьвер был в ее руках. Тут заранее обдуманное намерение. Тут убийство, неудавшееся понезависим от покусившейся обстоятельствам. Она взяла на себя самоуправную роль соединить в своем лице обвинителя, судью и карателя. Суд не может допустить любые средства к достижению политических целей. На трибуну поднимается защитник подсудимый, притяжный поверенный Александров, нервный, правдивый, смелый, с истерическими нотами в голосе, как писалось в газетах. Он известен как тонкий аналитик права и неотразимый судебный оратор. Защита Веры Засулич принесла ему европейскую славу. В своей речи он не только оправдал обвиняемую, но и произнес грозное обвинение петербургской власти в лице ее представителя Треповы. Знаменитый оратор раскрывает внутреннюю драму смелой и справедливой девушке, пораженной известием о позорном наказании одного из выдающихся представителей передового юношества. Она страдала за нравственное достоинство человека, поруганное полицейским произволом. Кто же вступится за поруганную честь беспомощного каторжника? Печать, общественное мнение, правосудие? Все молчало. Засулич решает выполнить долг целой эпохи своей слабой девичьей рукой. Убить или ранить ей это безразлично, но нужно пригвоздить тюремного истязателя к позорному столбу истории. Звучит финал защитительной речи. Господа присяжные заседатели, не в первый раз на этой скамье преступлений и душевных страданий является перед судом общественной совести женщина по обвинению в кровопролитии. Многие из них выходили отсюда оправданными. В первый раз выступает здесь женщина, для которой в покушении на жизнь не было личных интересов или мотивов личной мести. Женщина, которая связала со своим преступлением борьбу за идею, за честь того, кто был ей только собратом по несчастью. Как бы не смотреть на ее поступок, в его мотивах нельзя не видеть честного и благородного порыва. Она может выйти отсюда осужденной, но она не выйдет опозоренную и остается только пожелать, чтобы не повторялись причины, производящие подобные преступления, порождающие подобных преступников. Неслыханной овацией отвечает потрясенный зал на речь Александрова. Пронзительный колокольчик председателя бессилен сдержать этот стихийный порыв. Присяжные получают вопросный лист и удаляются. Наступает перерыв заседания с томительным ожиданием приговора. Достоевский следил за процессом, затаив дыхание. Широко развернулась перед ним картина современной непримиримой борьбы власти с молодым поколением, этими лучшими силами его родины, отдающими жизнь великому делу освобождения своего народа. Где же путь к верному решению? Ведь сам он остается в рядах правительственной партии, защитником идеи государства церкви, врагом нигеристов, разночинцев, террористов. Почему же эта девушка с ясными глазами и бесстрашной волей так волнует его? Ведь бульдог с крупными пулями не довод к разрешению нравственной дискуссии. Ведь кровь не путь к истине. Ведь топор погубил Раскольникова, а возрожденная любовь к людям спасла его. Ведь мытль питателя должна протестовать против крови по совести. нигеристов, же высшая человечность светится во всем существе и в каждом слове подсудимый? Ведь это и есть та лучшая, добрая, умная, беззаветно самоотверженная молодежь наша, которая заключила в себе все надежды страны. Ведь это будущее России. Как же обвинять, осуждать, карать эту смелую русскую девушку с такой безграничной любовью к своему народу? Он наклоняется к соседу по ложе печати публицисту Градовскому и пытается выразить внутреннюю борьбу своих разглумий. Осудить нельзя. Наказание здесь неуместно, излишне. Но как бы ей сказать «Иди, но не поступай так в другой раз?» Нет у нас, кажется, такой юридической формулы, отчего доброго ее теперь возведут в героине. Совещание присяжных длилось недолго. Звучит сигнальный электрический звонок. Старшина общественных судей зачитывает первый вопрос, поставленный перед ними судом. Виновно ли засулич в том, что, решившись отомстить петербургскому градоначальнику за наказание Боголюбова и, приобретя с этой целью револьвер, нанесла 24 января 1878 года с обдуманным заранее намерением генерал-адъютанту Трепову рану в полость таза пулью большого калибра. Напряжение общего внимания достигает крайнего предела. Среди наступившей мертвой тишины огромного переполненного зала, где все встали, старшина неторопливо и внятно читает заключение. На первый вопрос присяжные заседатели ответили «Нет, не виновна». Буря рукоплесканий и восторженных возгласов забушевала по залу и не прекращалась несколько минут. Толпа судебного зала с небывалым подъемом выразила мнение страны и осудила строить приводящие таких светлых девушек, как Вера Засулич, к скамье подсудимых. Достоевский сочувствует оправданию девушки, вызвавшей своим мужеством всеобщую любовь. Он выходит на Литейный и с трудом пробирается сквозь огромную толпу, запрудившую проспект у самого здания суда. Ликующие клики с литым гулом приветствуют неожиданный оправдательный вердикт. Поздно вечером он вернулся домой потрясенный, взволнованный, в творческом возбуждении, весь захваченный огромными вопросами, томившими его всю жизнь и поднятыми теперь российской действительностью на новую высоту. На письменном столе под абажуром раскрыта большая тетрадь, в которую он уже несколько месяцев заносит план задуманной грандиозной эпопеи о революции и религии. В ней выступит новый герой его жестокой и кровавой современности, молодой террорист, идущий из своей монастырской кельи к покушениям на верховную власть. Звучат в памяти простые и глубокие слова подсудимой. Тяжело поднимать руку на человека, но я должна была это сделать. Вот крайние грани слагающейся истории. Он записывает в тетрадь эти слова Веры Засулич о нравственной трудности ее смелого поступка. Не вышел ли этот неудержимый внутренний протест против убийства даже самого ее самоотверженного деяния? Он снова чувствует прилив восхищенной любви к своему великому народу, к современному молодому поколению его страны, отдающему свою жизнь на защиту истины и справедливости. Кто это смеет утверждать, что молодежь у нас гниет? Ничуть не бывало. Она ищет правды смелостью русского сердца и ума. И лишь руководителей потеряла. Никогда еще не было у нас в нашей русской жизни такой эпохи, когда бы молодежь как бы предчувствуя, что вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблась над бездной, в большинстве своем огромном была более, как теперь искреннею, более чистую сердцем, более жаждущую истины и правды, более готовую пожертвовать всем, даже жизнью, за правду и за слово правды. Подлинно великая надежда России. Из писем Достоевского, написанных вскоре после процесса Засулич в апреле и июле 1878 года, к московским студентам и Григорьеву. Примечание автора. Какая огромная тема для современного политического романа о России, колеблющейся над бездной. С лета 1878 года Достоевский приступит к грандиозной хронике своей эпохи «Братья Карамазовы», в которой подставит и решит по-новому животрепещущую тему русской жизни «Путь молодой России к целиубийству».